Пытался, значит, нагуглить, как себя ведет грязь в холодную погоду, ну, поскольку у викинги, они, знаете, такие мерзлявые ребята, в итоге ничего не нагуглил, и кажется, что грязь все-таки застывать должна. Вот и Матголемс сейчас находится в состоянии, когда их немножко подморозило после первой карты, надо бы как-то разогреться, что ли, потому что иначе потом все может очень плачевно для них закончиться. Викинги начали за здравие прям на все 100%, а Матголемс, ну, вот по вашим рассказам, судя, у них не так, чтобы все очень хорошо с драфтами, да? Тут дело, что вроде даже все хорошо, вот исполнение подкачало. Нет, там, смотри, я сказал, что вот если вот без антимага там все шикарно было, любой нормальный герой, чтобы ребята играли не 4 на 5, но это, в принципе, уже не дота, а 5 на 5, и там все было очень круто, но вот этот герой, который ничего не делает, но все 2000 урона там за игрой, это провал, это просто 4 на 5 без коры. Зачем играть в доту 4 на 5 без коры? Есть у кого-то объяснение? Это получается чайка на первой позиции у нас? Да, это чайка на первой позиции. Вау, такое тоже бывает. Пришла на четверка там Лина какая-то, чайка, но это первая позиция, и некоторые чайки, как Лина, они хоть что-то вначале делают. Ну да, ну и потом там могут откидаться издалека. Будь ситуация. Антимаг под Момчиком не прыгнуть, не законно стоить. Ну, это без Момчика, но тоже не смог. То есть как-то вот не подрассчитали они силенок, и в итоге... В итоге это стучилось. Смотри, Виспа в банах нет, и Войда в банах нет. И Войда в банах нет, и они, возможно, как раз-таки ебатели этим делом. Что, если вы берите Виспа? Да, Мэтт Големс, видимо, очень хотели, что ребятки давайте возьмите Виспа, но там у викингов прошаренный чел, видимо, на драфтах. Он понимает, что, скорее всего, ребятки не возьмут Виспа, поэтому забираем Войда, а Виспа возьмем где-нибудь в третьей карте, когда забанят Фессалис Войда. Ну, либо сейчас, если не возьмут себе Мэтт Голема, все-таки сейчас забрать Войда, а потом Виспа. Ну, Виспа средний такой. Ему не столько нужна скорость перемещения, потому что он прыгает, он добирается до любого противника, он добирается моментально. А что, если взять Виспа и инвокер, и просто Войда обвешивается? Это уже хорошо, это хорошо. Просто в хроносферу Виспа-то никто. Ну, можно, потому что стоишь хрона, и у тебя настолько много будет атак, что ты его убиваешь. Я за бабку, я за бабулю сразу для Викинга вторым драфтом, прям сходу вообще, как только вижу Фессалис Войда. И сейчас опять вот та ситуация, про которую я рассказывал на прошлом драфте, что берется Войд, ребята забирают бабулю. Окей, но Феникс... Нет, не Феникс. Все-таки... Очень жаль. Прикольно, прикольно. Но так, а смысл его не брать? Он не круто стакается с Фессалис Войда. Да фиг его знает. То есть, когда стоит хроносфера, что он, в хроносферу вместе с ним летит? Ты просто даешь оверчардж и летишь вместе с ним в хроносферу. Все, вопросов нуль. Задумка-то не в том, чтобы, типа, ну, быть с героем. Задумка войти в хроносферу и умереть от ульта бабки. Об этом, да? Возможно. Но за это время вполне вероятно, что Войд всех убьет. Нет, вполне вероятно. Если еще на четырех героях будет стоять, вообще шикарно. Но мне Виспс Войда не очень нравится. Ну, посмотрим. Я против этой связки. Учитывая, как играют викинги, с большой вероятностью они, в принципе, любыми драфтами закатают. Вот именно на Бионзе Саммите они что-то из серии Сикрет, которые с Сэмкой бегают и закапывают в гранд-финале, поэтому они могут. Антимага под баню. Но мне очень нравится то, что Мэтт Голем сделает. Они берут бабку Бисмастер. Это два очень хороших героя, которые работают вместе с нулевой. При этом имеется флекс. Бабуля может быть как пятерочкой, так и четверочкой. Есть заливочка. Есть контроль в БКБ. Следовательно, сколько там атак спидовоида не было, он может накрываться рором. И у них есть вижен. Они могут начать первыми. Звучит просто шикарно. Вопрос, опять же, чем это все продлить. Потому что антимага они забанили. Все. У Мэтт Големс есть шанс. Мишен комплит. Да, у Мэтт Големс есть шанс. Но что-то нужно будет взять и чем-то нужно будет играть. Вот убрали и бокер от твоего метра. И метально спектра в бан. Если следующим баном еще какого-то кор-героя возьмут. Тро Блэй это очень хорошее. Какого-то героя. Тро Блэй это очень хорошее. Я думаю, они не справятся с выбором героя, персонажа. Просто, опять же, если бы я был Мэтт Големом, я бы сказал, типа, играешь? Не играешь? Не важно. Вот тебе либо Медуза, либо вот тебе в Рейс Кинг. Что-то вот такое. В конце концов, опять же, можно взять Свена. Мы видели, как он плюс-минус против Вайда еще как-то работает. Медуза классно. Плюс, опять же, никто не мешает тебе поставить бабку на позицию под номером 4. И добрать какого-то оракла себе, например, с ТБ. Я за Феникса для Мэтт Големс. Он просто шикарен. Я вообще смотрю на их драфт. Бабка Бесмастер Феникс. Ставится рор, туда потом Сан Рей или Яйцо. В Лейде будет это и Яйцо, и Сан Рей. Потом Яйцо взрывается, и едем дальше. Такая комба может быть у Мэтт Големс. И это в Лейте? То есть вот эти тегеры, они в Лейте уже очень сильные. Ну, не считая бабки. Вопрос по Викингам. Будет ли Слардар? Потому что, представьте, на стеку, вот это все. Будут ли они жадничать? Все то же самое, что мы видели. Только Висп снизились к Слардару, и он начинает быстро. Я за Андерлорда. Я за Андерлорда. Был бы Слардар, они, мне кажется, не банили Спектру. Потому что мы с тобой, помнишь, как раз проводили ресерч, и опытным путем выяснили, что Спектра против Войда и Слардара страдает безумно. Ну, ей тяжеловато. Я бы сказал, любой курс страдает. Ну, пожалуй. Ну, просто ее, одну из ее сильных сторон, это пара героев, нивелирует. И проблему таким образом решает. Я за какой-то урон в купол. Мне очень нравится Андерлорд для Викингов. Ну, прям, не знаю, хочу-хочу. Медовенький какой-нибудь. И Бессмастера дебафует уже, и Файр Шторм кидает в купол, а Файр Шторм у нас точно много урона. И Питов Малис потом ставит после купола, и без Блокинг Бара там какой-то корм просто загнется. Я прям вот за этого героя бы, был бы рад увидеть его в драфте. И он еще такой плотненький, то есть он может пойти первым и дать Фейселис Войду Вижн. Смотри, убрали не Кора напоследок, Викинги, а Рубика. Время Магдаса? Хм. Того самого. Не, зря ты так говоришь. Не, это я вижу, что он просто берет импауэр, дает Фейселис Войду. И вот тебе уже доводят. Баф инвойда. И весь запарк Бессмастера, вот если просто хроносфера была, ну ладно, там можно пожечь как-то, бежать эту хроносферу. Он ее бегает, ему РП в таблое, всему ему запарку. И они все ставят в стане, все, никаких проблем. Ноу проблем для Магнуса. Ну надо, конечно, какого-то героя такого еще брать. Концептуально интересно, но все-таки убрали Слардара. На всякий случай, они уже напуганы. Это, кстати, в минус. Может быть и правильно, на самом деле. То есть если противники сыграли там 15 игр за последний месяц, пусть там со счетом, допустим, 8-7 или 7-8, но при этом те, которые они выиграли, каждый раз был Слардар плюс там какой-нибудь Т7 Слардар плюс Лассиллер, то возможно дело Слардаре, и надо его убрать. По драфтам они уже поплыли, видно, что у них время потихонечку заканчивается, они антимагов берут в первой игре, сейчас они вообще не до конца понимают, что им дальше делать, потому что с Войдом очевидно, что бороться в Лейте, особенно с Войдом, который будет под Виспом, ну почти нереально. Его и так сложно убить, когда он прыгает на таймволке по КД, а если он будет прыгать на таймволке по КД, его еще будет захиливать Висп. И Феечка это немножко не то, что может спасти ситуацию. Против Хрансфера она не сэвит, Блокинг Барона ничего не делает. Когда-нибудь она что-то будет делать, когда там у людей будут 5-секундные БКБшки, но до этого что-то. Но в самом-то герой неплохой. Нет, герой неплохой, просто стоит Хрансфера, бьют твоего Кора, вот твоего Кора бьют, пинают просто Кору, поставили Хрансферу. И Фейселис вводит БКБ, вот представим, что там его бьют. Вот убираем Бесмастера, что делает Бабка с Феей? Ничего. Ну, Виспа уговорит. Два юзалеста, которые все, что могут сделать, это убить Виспа, если он сам зайдет в Хрансферу по заветам Митяя. Вот в этом случае, да, они его одарят. Да ясно. Да. Я про то, что они, как минимум, сильно мешают на линии, то есть ты начинаешь игру, как ты должен постоять ее, то есть чтобы у тебя были вещи. Вот Натимаг просто не смог постоять на линии, был без вещей, Пангалера немножко вынесли с линии вперед ногами, был без вещей. То есть иногда бывают такие ситуации, что надо как-то все-таки это дело выдержать. И что Бабка, что Дарквилл в рамках саппортинга на линии с Исплом просто на ура разговаривают, то есть очень некомфортно. Ну, это до БКБ. Но если вообще БКБ купит, тут, конечно, сразу вешайся. Но пока он его не купил. Пока он его не купил, он нужно ломать. Каким-то вообще ландроидом можно заезжать смело. Любым героем, который ломает базу. Ну, аура только у бисмастера. Зоопарк будет умирать. Викингам нужно просто жить. Им нужно никуда торопиться. Просто стоим и качаемся, берем трех героев, которые позволят затянуть игру в лейд. Снайпер, Тинкер и Аркварден? Ну, или что-то такое вот. Жекироз пока, но это заливка в эрносферу. Это и Рафлан поминки для бисмастера в лейд. А не будет ли это случайно, Жекироз на троечку? А надо, оно надо. Может, может. Ну, типа у тебя есть висп, то есть висп Жекироз, это будет 2 саппорт. Он не знает, с кем он играет. У него проблемы, он не знает, с кем он играет. Точнее, против кого он играет. Сейчас может появиться корр, который будет нечувствителен к дебафам Жекира и на линии будет нормально стоять. Тогда передвинешь его. Но вообще мне больше нравится висп на четверке, которые сложные, с кем-то синергируем, с кем-то миличником, который будет бить по щам. Было бы здорово. Это центр фурион. Это уже улын от Мэтт Голлимс. Мы не сможем ничего сделать в лейде. Берем фуриончика, еще одного героя на темп и просто въезжаем на хайграунд минуте на 20-й. С другой стороны ты сам говорила, что им надо играть номером 1. И это самое правильное решение. Мне кажется, 4 активных персонажей, потом одного кора кого-то забрать под них. Просто Драквилл смущает в этом, в всей этой истории. Ну, это вот мой мальчик, да, кого я и хотел. И вот этот мальчик реально хорош. Этот мальчик душит, он и феечку душит фаерштормом, он и питов Малисом душит, просто треть команды, может быть, даже половину. Он и впитывает довольно-таки неплохо, только бабка его пробивает. Ну, и феечка, возможно, под этим бедламом. Но феечке здесь некомфортно играть. Вот представь, стоит хроносфера, не подойти. Тайм делейшн, а у него 4 активных спилов. У него 5 активных спилов. Джеки Роз, Айспас, Дуалбресс, Макропиро. Там вообще все спилы работают в Ауе. И Андерлорд, Айшвайр Шторм, Питов Малис. Здравствуй, фея. Я уже молчу про дебаф, который она получает. Феечка вешается. Не знаю, что им сегодня не нравится. Все еще просто играешь в темп. Фурион у них выносит 15 минут дартшит. Ты начинаешь бегать по карте. У тебя Флавижн от Бестмастера. У тебя куча магических обилок. То есть противнику надо реально стараться не подставляться. И не то, чтобы они хотят воевать. Как минимум воид. Я за ландруида. Я считаю, что ландруид это качественный ланд. Как типа Угневич, который еще и подставит, даст лайда. Если бы не воид, я бы сказал, она норм. А что воид? То есть воид прыгает? Делэйшн. Делэйшн. Не, ну типа окей. Просто поставь в кого-то урона. В условно фуриона. Декрипт, кайфуешь. Хоть какой-то урон, пожалуйста, по БКБ вот. Потому что иначе на Блокинг Баре, то есть воид, ну, просто один слот БКБ, и игра закончится для Монголин. Я за какого-то ландруида. Леконтроп их не устраивает? Устраивает Леконтроп точно устраивает. Кто угодно вообще. Просто ломаем базу, идем вперед. Душим, пока Андерлорд не взял Файрштурм в 4, Питов Малинс 4 и пассивку в 4. Просто учитывай, что опять же слот для скитера остался. И вполне вероятно, что он может просто не исполнять таких героев. Ну, придется как бы что-то сказать. Давай, мальчик. Это будь добр, да? Это ты так думаешь? Тебя подписали. А возьмут Медузу? Возьмут Медузу. Не, возьмут Медузу, я сразу ставлю на Викинг. Я про то, что кого подписали, куда подписали. Это команда, как Фойта Мун, которая без обязательств, без ничего просто не играет. Нет, они подписали своего кора, что на него ставят хроносферы, и он умирает. Это такой момент, что он потом, даже если не умирает в хроносфере, он получает айс пасс сверху. Значит, в Рейскинга с тилетами. И это суммарно 6-7 секунд контроля. У Рейскинга замечательная история, что он может, конечно, умереть за хроносфер, но когда он встанет, он умрет еще раз. Потому что он встанет, айс пасс, Макропир, Питов Малинс, Файршторм. Поэтому в Рейскинг он просто слабоват нынешней мете. Но можно попробовать. Где-то хотя бы базу бьют. Если на герой придумать центр, который против Фуриона постоит, и желательно не даст ему разогнаться, то есть может даже сделать какой-то соло-фраг. Мне Queen of Pain нравится. Queen of Pain прям... Ну, она воюет, она заливает, она боится. Ну, видишь, проблема в том, что у нее нет стана, как такового. То есть Фурион на пол-хп говорит, ладно, подруга, сдавай, наберешь, и ты паут на базу. А они плотниче взяли. Вот Тиня хорошо, причем это 5-4 от Турка Бума. Просто опять же Клопа, то есть ты кинул кортик, он на пол-хп такой, ладно, ты паут на базу, вернулся на фул-хп. Ну, как с кунг каким-то стоять? То есть Клопа их не может убить, как-то выгнать с линии. Тиня может и убить, и ты еще потом ставишь дерево и три воли в ответок. Да, но даже все равно, что у них дэмэджа в купол мало. То есть тут такая ситуация, что они, в принципе, без дэмэджа в купол все это разваливают. Ну, там как бы рассказ Джеки Роса, Файршторм уже хорошо. Хорошо, а дальше главное дожить до 30-й минуты. Что делать в Мэтт Голлимс? Ничего в голову не приходит, кроме Пугны и этого. Кого там мы еще предлагали? Вот он, Вристкинг, замечательный выбор, как по мне. Ну, это All-In. Но я сразу скажу, что 2-0. Да, 2-0 викинги. Замечательный выбор. Нет, ну на самом деле это реально крутой герой против всего, что здесь есть, потому что все-таки есть он будет на слотах. Просто веера в скитера немножко пошатнулась. Ну, скелетики. Ну, короче, он будет играть без скелетиков. Просто такого лайнапа скелетиков не будет. Ну, типа, умирают быстро? Ну, типа, они смываются, да. В Роскинг любят, когда вот они стоят. Они бьют, они, кстати, очень больно бьют. Но когда там Dual Breath, Ice Pass, Liquid Fire, Macropear, они просто смываются. И там еще Pit of Maly с Firestorm. Короче, викинги, викинги, викинги. Да, любопытные драфтовые матгольмов получились. Но тем интереснее будет смотреть вторую карту гранд-финала. Ну, друзья, слово нашим комментаторам. Разбираемся, что к чему. Ну, такое ощущение, что несколько поменялись команды местами. Потому что здесь все-таки, несмотря на то, что в теории ВК выживает в хроносфере, и потом может драться с Void'ом, на самом деле с Void'ом он драться не может, как мне кажется, из-за того, что у Void'а баши. Мне кажется, один на один Void сильнее будет ВК в любом случае. ВК как раз-таки хорош тем, что он как герой такой... Может сыграть хорошим таким пушером на минимальном количестве артефактов как-то с командой по-быстренькому пойти и закончить игру как раз-таки за счет своей реинкарнации. Особенно во второго левела, когда там кулдаун не такой же большой, ты можешь по КД врываться в драку и как бы на темпе сыграть неплохо. Но, но, но. Здесь, мне кажется, все-таки немножко не того уровня команды, которая викинги этого просто не допустит. И все. Ну да, как ни посмотри, им просто Void' просядет. Есть много урона в хроносферу. Один Джакирос чего стоит. Плюс ко всему, Void'а всегда может подхилить, спасти Висп. И сам по себе герой достаточно живучий. Дарквиллоу слева мы увидели. Но, опять же, Дарквиллоу очень боится Джакира и его Айспаса в том числе. То есть нельзя использовать Шадоу Реалм и Телепорт. Хроносфера она боится. Да и много чего. Файршторма она боится. Андерлорд, который может и в хроносферу надамажить, и кого-то поймать. В общем, все герои очень хорошо работают, с одной стороны. А с другой стороны, им нужен какой-то просто сверхтемп, чтобы Бестмастер с Дарквиллоу разогнались, чтобы очень много было УВК, и он шел, и с реинкарнацией был неубиваемый. Все от него убегали. Да, я бы предпочел играть пиком с Виспом и Void'ом, чем пиком... Ну, в любом случае, в пике с Виспом и Void'ом есть уже одна хорошая кнопка. Это хроносфера. Причем хроносфера, которая хотя бы по двум героям залетит, уже будет хорошо. Это, скорее всего, будет минус два. А там уже будет гораздо проще драться дальше. Вот и все. Неважно, кто. Любые два героя попадают, и все. Но здесь, понятное дело, что Void'у в любом случае придется собирать БКБ, потому что слишком много всего может залететь тебе в хрону. Но это, я думаю, для Void'а здесь не проблема. Он в любом случае собирал бы. Да, в любом случае есть билд Мом БКБ, тот самый, который позволяет и фармить быстро. К тому же здесь особо нет каких-то иллюзий, каких-то скоплений персонажей, которых нужно убивать с помощью БФ или молний. Поэтому Мом БКБ смотрится отличным билдом. Ну, я к тому, что, наверное, нет. Скопления все-таки есть, которые стоит убивать, но как бы у тебя пик такой, когда герои с этим справляются. У тебя и Джакира, который задувочку дает, там, Firestorm залетает. Это как бы есть чем, собственно, откидываться, чтобы все это дело отпушивать. Потому что самуны-то в любом случае будут, скелетики будут, и с этим нужно как-то будет бороться. Ну, да, ну самуны, бестмастеры и скелеты это не такие большие проблемы, как, ну, например, там, Лансер с кучей иллюзий. Ну, это да, тоже верно. Которые прям очень нужны. Ну, да, действительно, иногда они неприятны, но в ситуации, когда вот столько всякого есть урона по площади, скелеты не являются проблемой. Звери бестмастера тоже. Птичка всегда хороша, понятно, но это такой, разведка, которая всегда присутствует. Ну, это круто. Это круто в плане того, что тебе как-то проще держать позиционку, то есть контролировать передвижение оппонента, но я не знаю, насколько это будет полезно здесь, в этой игре. Здесь птичек, наверное, хотелось бы самим викингам иметь, чтобы видеть, куда прыгать в ойду, и ставить хроносферу, в первую очередь. Это как раз-таки для того, чтобы нападать первыми, и вот нужен будет во многом бестмастер. Так, у нас тут все-таки начинается игра. Да, видимо, небольшая пауза была, бывает, ничего страшного. Так, ну и скитер, скитер. Скитер себе забрал на первом левеле... А, это, прошу прощения, это инвентарь Фуриона. Я думаю, странно, что это Блайтстоун? Нет, все. У скитера все нормально по дефолту. Фурион, конечно же, с минус армором будет на линии стоять. Неприятная тычка. Не раз мы уже видели, как это работает. Тут у нас разбит был смок от команды Матголемса. Они хотят ФБ, судя по всему, сделать до выхода крипов. Да, ну чистый темп, конечно. Такие герои, которые прям на сноуболице, если могут очень хорошо соперника убивать. Так, вот он, выход спину. Если тени найдут, будет идеально вообще. Сейчас Бум отправил в таверну. Ну, Бум побежал вперед. На птичке видит его. Вот, спалил Вард. Ну, это уже хорошо, что Вард вот так вот спален, и можно сюда будет принести сентри, разбить его. Ну, это буст для мидера команды Матголемс. Нет, это экспа, это золото. Нужно прям сейчас... Там Фурион уже на базе. Закупается, как говорится, уже готов лететь. Лутать бабки и экспу. Так, ну, никто не подставляется в любом случае из команды Викинг Джи. Выход неудачный получился по итогу. Ну, как, свои плюсы есть, опять же, в том, что спали Ливард. Но я думаю, что и так, и так его, наверное, забирали бы. Что по баунтирунам? Вот важный момент. Две сверху, по идее, должны забирать Матголемс. Две снизу должны забирать Викинг Джи Джи. Будет ли прыгать Шат? Нет, все-таки не стал. Все. Ну, две забрали. Не нужно жадничать в такой игре. Линии хорошие. Постоять можно вполне себе. Представьте, что с Фатой будет стоять? Или все-таки Дарквиллоу к нему придет? Ну, судя по всему, Дарквиллоу придет. Да, все-таки Милан перетягивается наверх. Достаточно много регена. Дарквиллоу забрала опс. И, как мы видим, получила золото экспу за него. Я думал, что мидеру оставят, если честно. Ну, там есть небольшой риск, что тебе не дадут его забрать. Поэтому, в общем-то, забрала Дарквиллоу и нормально. Здесь мид опять у Бума герой поинтереснее, как мне кажется. Потому что все-таки, да, профит сильный. Но вот конкретно Синий может с ним воевать. Со своим бревном. Ноль брони, да, мы видим. Под Блайтстоуном даже отрицательное. Но на центральной линии можно. Поначалу тяжеловат, конечно, будет Синий. Опять же, за счет того, что у тебя вот такой лайна-п Ренджевик против Милишника. И в начале Фурио побольше, наверное, все-таки должен добивать. Но потом Тиня, я думаю, наберет свое здесь. Фата сбивает опсы. Это уже второй опс. То есть все опсы начальные сбиты. Получено за них порядка четверти уровня. И получено 200 золота. Это очень неплохой старт. Но пока Фурион плотно начинает подушивать на линии. 6 на 2. Два крипа всего лишь наличия у Тиня. Тут у нас Брамбалмей залетает. Неплохо пробили Дарквиллоу. Дарквиллоу сейчас получает урона. Баши нет. Да, вряд ли смогли бы ее подцепить. Но Селари, слушай, продолжает просто руки наваливать. А там фласки-то нет. А, фласка есть у 33-го. Понял. Ну, в любом случае, минус фласочка. Хорошее начало. Здесь выбивают ресурсы. У Виспа с Войдом понятно, что ресурсов побольше. Есть таймволк. Есть хедреска, которая работает великолепно. Не, ну тут очень плотная душка, конечно, на линии. Бедная Дарквиллоу. Ее просто пробивают нещадно. Снова минус половина хп. Второй левел появляется. Брамбалмейс. В Брамбалмейс никто не наступает из героев. Крипочек сбил кустик, в который Селари мог залезть. И в итоге все у него отлично получилось. Ну и мы понимаем, что как только появится второй левел на линию Войда, игра заиграет новыми красками для команды Викинг и Джип. Потому что всегда могут залететь башики. И за счет этого можно как-то будет делать фраги. Снизу драка. Нападение на Рамиса. Кстати, неплохо пробивает его. И Рамис должен погибнуть. Да, это ФБ для Скиттера. Очень мощная линия снизу. Но, конечно, нельзя так подставляться на ровном месте. Джакира мог бы чуть получше держать позицию. Задувать постоянно ВК. Здесь же штука в чем. Огромное количество периодического урона. И ВК всегда можно держать на лоу хп, чтобы он просто не подходил. Такое ощущение, что не подрасчитал хпу, что ли. То есть просто получили вторые лвла у нас. Игроки команды Модгарюмса. И как раз этим воспользовались. За счет печеньки смогли забрать Рамиса. Вот, вот что он делает. Ну, сейчас, правда, Дуал Брессом не попал. Но все равно Ликвид Файр. И вот так вот продолжать. Продолжать харасить постоянно. Не самая простая линия. Вот эти фраги, это все, что может спасти здесь ВК. Но, по большому счету, против Файр Шторма и Дуал Бресса Ликвид Файра слишком неприятно. Да, в миде тем временем ситуация нормализовалась. Мы видим, вот они башки, кстати, вылетают уже. Неплохо пробивают 33-го здесь. У Тини по крепочкам все уже более-менее. Учитывая, что вначале он там не особо добивал. Но вот сейчас с левелом уже догоняет Фариона. Да, вот здесь как раз таки так и должно было быть. Тоби? Тоби. Да, что-то заливная снизу в итоге получается от Викинга уже второй фраг. Не, ну если так они будут действовать, то, конечно, ВК постоит эту линию. И даже очень хорошо постоит эту линию. Потому что каждый лишний фраг, это плюс ресурсы, плюс там лишняя фласка, пару мангусов. Всегда есть маны у героев, у них больше уровень, у них лучше статы. И они просто раз за разом будут убивать. И все, и дальше в какой-то момент Андерлорд не сможет прийти на линию, не сможет никого захарасить. Но вот бутылка у него есть, собирает себе Ван Гвард. С другой стороны, мы же понимаем, что в начале, ну это, ну фраги это не так уж и важно. Они так много буста дают. Самое главное, что Тоби быстро возвращается обратно на линию и получает экспу свою. То есть левел, то есть не так это критично пока. Это не дает прям большого боста, я не знаю. Вот ты смотришь глобально на экономику, ну то есть особо ничего сильно не поменялось. Да, небольшой перевес тоже на Матголемс, но все может измениться вот буквально за одну драку. Тут у нас нападение на Рамиса, Рамис снова подставляется и сейчас погибнет, наверное, да? А, тут бодиблок такой, что никак не скрыться. Да, вторая смерть уже для Джакира получается. Тинни хочет очень сильно Баранижу взять. Сейчас закрываю Тинник, а Тинник проедает, но немножко не ту ветку, как мне показалось, идет дальше. Есть ТОС, поэтому нужно играть аккуратно. И сейчас, кстати говоря, скоро будет. Схватил ветку. И бодиблок иллюзиями сейчас будет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, хорошо. Эволон через секунду будет ТОС, тычка, бревно, отличный фраг. В итоге этот размин получился в плюс, потому что Джекирост мало чего стоил. А фраг на Нейчерс Профити это очень хороший фраг для Тинни. И ситуация выправляется. Да, фраги дают, конечно, но учитывая, что есть какие-то сейчас фраги в размену, очень все быстро стабилизируется. И прям есть линии, на которых может получиться жесткий сноубол. Но, как мы видим, Андерлорд все равно возвращается на лайн. У него 30 на 3. Да, и это важный момент. А у Рейс Кинга, да, у него на 10 крипов меньше. То есть у него есть два фрага, но фармит и крипов он меньше в разы. И по баунтирунам ситуация сейчас 3 в 1. Причем Тоби отдал свою бутылку Джекиросту для того, чтобы тот пошел, забрал баунтирун. Все очень хорошо. Тимплейны делают. И сейчас Боттл будет возвращен. Ну или даже Джекир его там оставит. В принципе, какая разница, кто носит Боттл, кто его юзает. Эффект один и тот же. Ну и вот мы видим на Нетворса, да, ситуация какая. 2500 уже имеет на линии Тоби, несмотря на то, что он погибал. И Рейс Кинг отстает пока что. По фарму у Войда, понятное дело, на линии тоже все хорошо. И пока все более-менее ровно. Стан залетает тем временем в Рамиса здесь. Ну там скелетики побежали. Вот просто ситуация, когда какой-то антимаг имеет топ крипстат и еще фраги. Это прям критично. А если фраги, но при этом не до фарма по крипам существенны, то, конечно, да, это, безусловно, стало чуть лучше. Потому что если бы Скитер и Фата играли более пассивно и не забрали эти фраги, у ВК сейчас бы было 1500 каких-нибудь и все. Это да. Тем временем достаточно сильно просил бисмастер на линии. Мы видим, 33-й там отстает по показателям фарма от того же у нас андерлорда в игре. Ну и на шестом уровне ему крышка. Да. Так, снизу снова подставляется Рамис. Третий раз погибнет, видимо, Джокиро здесь. Да, сюда еще летел Фурион. Он в итоге отменяет телепортацию. Не стали нападать на Тоби и так справились. За счет ультимейта все-таки забрали Рамиса. Фраг Фурион заработал. Ну да, они тут максимально контактно играют. Из-за этого постоянно вот эти вот два стана, которые есть, они очень сильно мешают. Плюс все-таки очень сильный спелл Дробовик Снэпфайр, который наносит много урона и там супер замедление. Никуда не скрыться. Так, у Тинни Аркейн руны и плюс Фейзы летят уже. Только вряд ли удастся подраться, наверное, где-то с этой рункой. Кто знает, кто знает. Сейчас в любой момент может какая-то... Вот, например, сейчас ТОС какой-нибудь. Так, так, так. Пробили. Ну, неплохо. Просто пробил. Просто, чтобы ману под Аркейн руны использовать эффективнее. Провести время с пользой. И сейчас еще раз, да. Сейчас еще раз ТОС будет. Оп, неплохо. Правда, там Курьер летит. Ну ладно. А Курьер не очень хотелось отвлекаться. Оп. Курьер. Ультам. Очень хорошо идет. И Бестмастер, конечно, сильно проседает. То есть одно дело Андерлорд, который хоть и немножко кормит ВК, но он при этом сам сверхсильный. А другое дело Бестмастер. 2 300. Интересно, какой будет айтем билд у нас здесь у Рейс Кинга по игре. Через что он будет играть. Так, у нас тут за руну борьба. В итоге три героя же смещаются в мид. Я бы сказал Армлет Блинк на месте ВК. Пока Мидас. Мидас. Ну или, да, Мидас. Вот я именно по поводу Мидасика хотел уточнить. Будет ли он? Ну тогда Мидас Армлет Блинк. Такой ситуации. Все-таки без Армлета не поиграть особо. Радианс слишком слоу плейна и слишком плохое начало для Радианса, как мне кажется, в этой игре. Да и не нужен он. Потому что не тот пик, против которого Радианс хорошо зайдет. Ну и Войт тоже. Ну тут тоже Мидасик, да. Правда здесь ПТ готово, а там снизу ПТ-щики нет, я так понимаю. Там пока просто рецепт хочется на Мидас, да. Пока голый тапок. Ну а здесь уже ВГ имеется у Тоби. Пробить его с руки очень сложно будет. Ну и просто продолжает стоять на линии. Да, без спитов Маллеса пока Файр Шторм. Все абсолютно в порядке у него. Так, и пошли у нас Джеки Рос. Вместе с Тинником куда-то вниз. Что они там хотят сделать? Или куда-то в мид? Непонятно пока, не понимаю. Ну в миде, возможно, поймают Фуриона, но Тинни без блинка. А без блинка сложно будет ворваться. Просто как на ноге нужно будет набегать. Воид шестой. И сейчас можно поставить хроносферу, попробовать. Под оверчарджем Виспа будет довольно-таки мощно. Ну здесь как бы снэп фаер шестая, так-то тоже. И вроде врываться особо не хочется. Получишь сразу же Мартемис Кисис туда в хроносферу. На бабку можно попробовать. Ну либо так. С другой стороны это силач. Летит Андерлорд туда. Ну сейчас посмотрим, хватит Войда урона, не хватит. Будет ли прыгать вообще, да? Прыгает на 33-го. И вот он, Фаер Шторм. Сразу же залетает Мартемис Кисис. И на этом драка закачивается. Рор залетает также Войда. Войда забирают. Хороший ультимейт залетает туда. Забирают также 33-го. Пока что один в один размен. Драка продолжается. Селери. Еще один удар нужно дать ему. Селери пока продолжает жить. Тут Фата все-таки его добивает. Фата делает даблкил. Еще один удар. Фата сам отправляется в таверну. И Милана еще можно поймать. Посмотрим, поймают ли Милана. Ну сейчас Эвеландж будет, как минимум. First of Crown. Срабатывает. Будет еще Тос. Оббегает аккуратно. Баунти руну. А Дарквиллу хорошо. Сбирает баунти руну. Сейчас будет Тос. Скорее всего заберут. Но Милан в любом случае максимум выжил из этой ситуации. Забрал баунти для своей команды. Что уже приятно. Они что, не видели Snapfire? Мне казалось, что она что-то сбивала какой-то вард. Ее было видно. Да, по-моему, изначально до этого увидели ее. То есть она просто показывалась на линии. Я был уверен, что они ее видели, если честно. Да, очень странное решение от Войда. Мы уже со времен ввода Snapfire в доту видели вот эту ситуацию. Когда Войда ультует, но туда сразу же кидается Мортимир Кисос. И еще и ультимейт Нейчерс Профита. В итоге ультимейт Нейчерс Профита его прям сильно подуничтожил. Но, в принципе, прям чего-то супер христического не произошло. Пять баунти рун. Но пять баунти рун как бы сильно по итогу, да. А забрали. Опять же, драка-то можно сказать, что в пользу Мат Голлимса. Они забрали Кэри вражеского. Там сделали фраги. Еще и забрали пять баунти рун как бы. И Врейс Кинг все это время продолжал фармить. У него уже топ-1 Нейтверс. Да, тем не менее, ситуация вполне еще камбэкаемая. Потому что есть у Джакира шестой. У Войда будет Хроносфера. Можно будет дальше драться. Чуть позже. Но уже ситуация такая, что начинают лидировать у нас действительно Мат Голлимс. Посмотрим, как они дальше будут. Им нужно продолжать давить, использовать активно. Хорошее нападение, кстати, да. Да, шикарно все сделали. Отличная комбинация. То есть грамотно все продлевали. Весь контроль. И Войд просто не успел заюзать таймволк. Правда, на разворот сейчас Фата погибнет, но... У Фата тут очень здорово все делает. Застанил Войда, начал эту атаку. Но дальше классно скомбинировали с ультимой этом профита. Прям очень много здесь получилось дизейбла по итогу. Ну, вот если так Мат Голлимс продолжит действовать, то я вижу проблемы у викингов. Потому что они явно не успевают. Правда, Барани же сейчас на центральной линии. Стрелокейт приходит сюда. Забрал вышку. Вышку забрал и умер нормально. И сейчас нужно обязательно викингам как можно быстрее реализовывать хроносферу. Потому что кулдаун большой. Если они в следующий раз ее не реализуют как-то, то они останутся без инициативы на очень долгое время. Сейчас самое время как раз-таки поставить хрону. Да, но и с другой стороны Мат Голлимс понимает, что их задача сейчас максимально быстро пушить. Что, собственно, они делают даже ценой своей жизни. Мы видим, Фурион там до конца за эту вышку боролся. Сверху тем временем у нас Бесмастер ломает Т1. Так же заберет сейчас. Там внизу, наверное, будет нападение все-таки на Фату. Ну что, пауза. Самое время поговорить про камень. Давай, рассказывай. Так вот, как-то в детстве на даче мы с моими друзьями и родственниками, маленькие, решили, что река должна быть свободна. И взяли, короче, плотину, такую маленькую, какое-то импровизирование из маленьких камней, в прудике местном разобрали. За что получили втык от взрослых, мол, мы тут специально немножко запрудили, чтобы вода медленнее уходила. Ну, мы расстроились, конечно, поиграть нам не дали. А потом пришли, думаем, какая нам разница, разбирать или собирать? Так давайте ее соберем обратно и сделаем еще лучше. Пришли обратно, собрали плотину. Взрослые вышли, похвалили нас на этот раз. Но мы говорим, все вот хорошо, только вот там вот в двух метрах лежит камень. Ну, камень килограмм пятьсот, наверное, весит, мне кажется, даже в воде. Мы не можем с ним ничего сделать. Может быть, вы нам поможете? Короче, через час, наверное, десять женщин на берегу, пять мужчин в воде пытаются этот камень поставить в плотину. Но, естественно, ничего у них не получилось, но вот так вот мы... Потрясающая история, как говорится. Да, мораль-то какая есть, что у тебя время? Какая мораль, это история про камень. Ну, то есть, как бы, вывод какой нужно сделать? Что в итоге? Плотину сделали? Круто. Тут нас забирает все-таки у нас Снэпфайр. Тридцать третий прилетел, но он постоял в карнасфере. Рор, залетает Виспа. Виспу очень больно прилетает на помощь Фрюн, но Висп успевает уйти на тизере. И все на этом. Да, там Тинни очень сильно проследает. Дарк Виллу в соло его оформила. Хороший фраг сейчас. А как так вышло? Как Дарк Виллу в соло умудряется убить Тинника? Это очень сильный фраг. Давайте посмотрим, что там произошло. Ну, это не тот рекап. Нужен другой. Да, это не только сейчас. Еще раз можно же махнуть попробовать. Да, скорее всего, сейчас. Неважно, ладно. Может, ну и ладно. Ну, это очень интересно. Я так понимаю, залетело в него сразу. Да даже непонятно что, потому что у ультимейта профита нет. Был бы какой-то Дота Плюс, можно было бы посмотреть сводку, наверное. Нет, не потратил ультимейт. Ты как-то просто отдался. Просто погиб. Так, ну да ладно. 3000 тем временем преимущество за ребятами из команды Матголемс. Уже готов Саленс. И это проблемка для команды Викинг Джи Джи. Особенно для саппортов. Так, Вейл готов у Джакира. Фата снизу. Есть ультимейт. Солар Крест дальше будет появляться у Бисмастера. Медалька уже имеется. Так, ну а Шат продолжает фармить БКБ. Прекрасно понимает, что без БКБшки здесь ему никак. Мы воочию видели это, когда была хроносфера поставлена сверху. Как там залетает хорошо ультимейт от Снэпфаер и пробивает его. Но, к сожалению, против Рора это не спасет. С этим нужно как-то будет бороться. Не знаю, либо Смал пытаться Бисмастера ловить. Я думаю, что в Роре ему не так страшно в БКБ все-таки. Поэтому это уже второстепенная задача. Ну, Линкинг Сферу соберет себя на будущее. Когда-нибудь возможно. Пока что 2000 преимущества. Немного. И я много видел игр викингов, когда они играют вот так. У нас была целая куча. Они, в принципе, так и дошли до своего такого уровня хорошего. Они играли очень много таких игр, где они начинают с обороны и очень хорошо обороняются. Снэпфаер заданала вышку. Не смогли ее здесь никак подцепить. Но вышка упала. И, в принципе, своего викинги здесь забивают. Сверху нападение на Бума. Сюда летит Фурион. У Фуриона есть Саленс. И Бум сейчас погибнет. Андерлорд летит. Джакира здесь же. Ой, как хорошо. Они спасают своего мидера. Просто потрясающе. Ферра Райс не успевает закастовать здесь. В итоге Дарпилов забирает ее. Ее погоня продолжается здесь от Тоби. Но Тоби получает рор. И Мартимис Кисис отсюда летит. И это должен быть минус Андерлорд. В итоге, опять же, размен в пользу команды Мат Големс. Да, Андерлорд не защищен от магии. Только лишь от физики. Он прочный. Но для ультимата Снэпфаер это небольшая проблема. Армлет у ВК готов. Ну и вот теперь самое интересное. Блинк и сверхагрессивная игра. Которая позволит ему врываться. Хотя, может быть, он, конечно, что-то другое захочет. Но я бы на его месте с таким преимуществом, с такой игрой. А, ну, кстати, аналог Блинка это Шадоу Блейд. Это аналог. Это плюс скорость атаки. Нападение на профи. Это Террорайз потрясающий. Очень хороший. Да, 33-го практически забрали. В итоге на развороте пытаются пробить. Сейчас у нас Виспа. Виспа отправляет в таверну. Улетает уже Бум. Погоня продолжается за Арамисом. Арамис очень больно ему. Ну, сюда прилетает все-таки Фурион. Закрывает его здесь практически. Спруты еще и поймали каким-то образом Тоби. Воу. Фата здесь. Хороший бодиблок, но... Фейзи. Да. Как бы. Фату подпробил здесь немножко Бум. Но сюда приходит Скиттер. И приходит Шад. Шад уже бесплатно ХП. Есть Хроносфера. Байбэк от Джакира. Ну, не знаю. Как-то долго летит Джакира, если честно. Бум в итоге выживает. Хроносфера такая себе тоже получилась. Протик утонул. Бум нужно прятаться прямо сейчас. Он спрятался, переждали ультимейт. Джакира отпушил. И ситуация еще хуже стала для Викингов здесь. Очень плохая Хроносфера. Чуть не похоронил собственного Тинни. Ноль урона нанес прямо перед станом. В принципе, если бы... Ну, наверное, если бы он не ставил Хроносферу Тинни, бы все-таки забрали. Поэтому он больше подсейвил, чем создал проблем. Но, конечно, это не меняет ситуацию в лучшую сторону. Это 5000. Это ВК, который продолжает отфармливаться. Это байбеки и экономический упадок. И самое главное, опять вот эта проблема какая-то непонятная. Неужели так сложно скомбинировать Макрофиру и Хроносферу? Но все время... Липит рак и щука какая-то. Да, да. Вот именно нет такой ситуации, когда организованно пока идут в атаку викинги. Но я так понимаю, этой атаки не будет до той поры, пока войд себе не соберет БКБ, как минимум. Как только появится БКБшка, возможно, тогда уже какие-то будут организованные действия от команды Викинг, пока они просто пытаются защищаться. И просто не дать Матголемам забрать очень много вышек. Пока мы видим, что только линейку Т1 вышек забрали, вся линейка Т2 стоит. Поэтому играть можно. Нужно обязательно сейчас Джакира держаться вдалеке и дать Хроносферу. Сейчас, возможно, будет хороший момент, но БКБшки-то все еще нет. Прогоняют пока что Матголемс из Рошпита. Да нет, тут нет Хроносферы пока что. Но что там, Айспас просто на проверку залетает? Нет, это была Макрофира. Это Макрофира или Айспас? Я просто вот так вот визуально... Это была Макрофира. А, все, вижу, да, да. Все, вижу. По отсутствию ультимейта, да, понятно. По звуку я могу определить. А, ты как игрок на Джакира определяешь по звуку даже. Да просто там по-разному совсем разум. Но минус ультимейт получается. Да, опять же, и... Ну, в этот раз у них с Войдом они примерно откатят. Насколько я помню, кулдаун Макрофиры. Но как бы сейчас не дали Рошана забрать ОК. Просто вот этот парень должен идти вперед. А Джакирос держаться позади. Может быть, да, я понимаю, когда проигрываешь, тяжело на суппорте очень держать позиционку. Особенно на таком неповоротливом, как Джакирос. Ну, а что поделать? Потому что пока нет БКБшек, есть шанс под Макрофиру кого-то сжечь. БКБ появится, и все, и уже героев БКБ будет стоять в хроносфере. Им будет плевать на то, что там Джакирос со своим Вейлом делает. На что он вообще способен. Кстати, вот она откатила, родимая. Знают, что здесь птичка Бестмастера. Нужно как-то аккуратно ее обходить. И, может быть, атаку проводить. Ну, Хрона должно, по идее, вот-вот откатить. Да, Смок был разбит, но не спалили. Вроде как этот Смок сейчас Мат Големс. А хорошее место выбрали. Так вот. Милана могут найти сверху. Ну, это такой легкий фраг. Да. За тени, я думаю, что и так бы справился даже без Смока. Айс-бас? Красавчик. Для этого его и взяли. Чтобы убивать Тарквилла здесь? Ну, да. Понятно. На самом деле, стан по площади всегда очень сильная вещь. Это и игнорирование линки, и, возможно, застанет многих персонажей. И вот, собственно, борьба с такими персонажами, которые умеют нечто подобное. Эссенс Ринг хороший артифль. Да, Эссенс Ринг. И Лешат несет себе уже БКБшечку. Ну, все. Теперь можно драться ребятам из команды Викинг. Вот легкая паника была в какой-то момент. Но вот сейчас видно, что прям Викинги... Ну, как бы для них, даже если сейчас будут саппорта погибать, ничего критичного не происходит до той поры, пока не начнут падать вышки. А вышки не падают. Поэтому все. Команду Викинг устраивает полностью. Да, и пока они более-менее фармят. То есть вот если 5000 останется, то это вполне окей. Да, нормально, можно отыграть. Так, 20-я минута. Баунти руны. Важный момент. Ну, 2-2, судя по всему, должно быть по баунти, да. Стини уже нацелился в агоним. И саблю. Тот самый билд. Ну, потому что явно видно, что в хроносферу нужно накидывать. И здесь уже может не хватить столько суппортов и оффлейнера. Нужен серьезный урон. Да и вообще возможность накидать дистанционного дэмэджа, учитывая, как много всего здесь мешает тебе нормально ворваться в драку, тоже приятно. Получи кабан. Почти забрал, да. Премия сокса вращается буму. Не забрал с доминатора крипа. Мне неприятно. Да, я вот про это имел в виду. Можно было альфа-волка забрать, было бы круто. Так, смог. Вот команда Матголемс. Куда же они направятся? Вот в чем вопрос. Ниндзя Рошан? Ну, Андерлорда, ну, палево-палево, кажется. Да, да, да. Да, и сразу же Андерлорд прячется в лесах. Вся команда перегруппировывается. Ну, Рошан все-таки, да. Нельзя отдавать Рошана. Нужно хотя бы как-то потянуть время, потому что, ну, просто фармежка леса в момент, когда забирает оппонент Рошана, это очень плохо. Ну вот, подтягивается Тоби, разбивается Смокшу отрядом, и сейчас успеют ли? Вот в чем вопрос. Там Рошан уже достаточно битый. Вот буквально пару ударов под Месс-армором. Нет, не успевают никак. Да. Да все, Рошан упал. Тоби врывается на просто Фату, чтобы забрать его. Охрана сфера, кстати, неплохая, по-двоим залетает туда. Что это такое? А, нет, все нормально. Очень хорошая макрофера по двум героям. Я что-то немножко брейнлагнул здесь. В итоге забирают уже двух героев. Есть байбэки с обеих сторон. Дракт продолжается, еще один айс-пасс, неплохо. После реинкарнации могут забрать сейчас Скитера. Скитеру больно. Скитера продолжает бить. Скитер! Погибает Скитер, отлично. В это время неплохо настрелял здесь Фата. Да, Фата очень хорошо. Дробовиком играет Саунс на Тинника. Тинни бьют, Тинни погибает. Шат остался. Андерлорд хочет его увезти домой. Правильно ли это решение? Ну, наверное, да. Они остались в меньшинстве. Вдвоем против троих. Плюс там Аегису, Фуриона. И как бы... Ну, тебя просто раскатит, наверное. Поэтому, наверное, нормально, что улетели. Да. Все правильно сделали. Действительно, Аегису, Фуриона. Но вот Вист погибает. Байбэка, кажется, еще раз погибает. Забрали Тинни. Забрали Джакира. С другой стороны мы видим... А, еще и бабка Байбэка. Да, да, Фат одел Байбэк, потому что Бум на него сразу же нападал. И там пытались по-быстрому ее забрать. Ну, вот выбили бы Аегис, было шикарно. Но мы вот сейчас увидели, насколько эта комбинация сильна. Джакира, который постелил свою макропиру... Прям идеальную макропиру, бы я сказал. Прям в краешек пикселя попал между двумя героями. Прям круто. Да, и при этом забрали очень быстро персонажей оппонента. Но все равно Аегис сейчас остался. И ресница ВК, ресницы все остальные. Можно будет попытаться атаковать, пока следующая хроносфера не появилась. Более того, у Джакира вот-вот будет 12 уровень, а это все-таки вторая макропира. Это побольнее будет. Существенно причем. Ну и Тини, который все ближе и ближе к своей сборке. Пока до нее далеко, понятно. Но он уже начал сборку Агани. Ну, сабелька-то уже есть как бы. Демиджа в соло-таргет очень много. Если какой-то герой подставляется, вот типа даже Фуриона, его могут вполне себе забрать, попробовать. Просто за Фуриона вся команда бежит в самоках, да. Это читаемо, это читаемо, что не просто так профит идет сюда. Профит куда-то залетает в атаку, там вешает Саунс на Виспа, Висп прыгает. Но пока живет. Ой, как больно. Барани же, Барани же в итоге теряет Аегис, судя по всему. Да, вышка его забирает. Висп, Висп захиливают Виспа, он под Кримсом выживает. Крип не наносит ему буквально никакого урона. Висмастеров, Питов Малли, Селдеров все еще жив, перекачивается. Жесть, как они далеко зашли. Как бы сейчас на развороте их просто здесь не развалило. И да, разваливают там 33-го. Улетает сквозь БКБшку Фурион, потому что сбить ТП нечем. Ну и вот уже минус герой. Отнажимает БКБ. Минус милом. Это поворотный момент? Это да, потому что была бы сейчас хроносфера, это были бы вообще похороны. Могут забрать все еще Скиттера. Да, тосает его Тинни здесь под Питов Малли, под все. Залетает ультимейта Снэпфайр, но на него, откровенно говоря, плевать. Погоня продолжается за Скиттером. Там Шад получает стан. Ой, Шаду больно. Неужели Соло Килл? Нет, Фад не успевает его забрать. Сфера, можно ее потратить, потому что ультимейта Снэпфайра уже нет. Правда, получилось, что вытолкали, да, я так понимаю, Скиттера? Да, тут неважно. Тут потому что профит возвращается, но он ничем не может помочь. У него нет БКБ, он сейчас может только погибнуть. И сейчас его Бум может выкинуть. Баранижа очень круто спрятался. Видят его. Все, Баранижа подставился вместе с Бабкой. Жесть. Залетает идеально. Кидает по двум героям отличный Дуалбре. Ставится Питов Малли с Баранижи. Закрывается. Кое-как живет. Тридцать третий здесь. Кидает рор. Неплохо раскидывает всех в сторону. Какой же прочный волк он. Даймболк не успевает нажать. Жесть. Чуть-чуть не хватило. Он уже замахнулся анимацией. В итоге на те же грабли наступают викинги, что их оппонент буквально несколько секунд назад тоже задавили далеко. Их за это наказали. Отступив они вовремя, было бы все идеально. Ну и так неплохо, потому что все-таки суммарный размен должен быть. Это вот вторая стадия битвы, насколько я понимаю. Но суммарный размен неплохой. Не будем забывать, что это была атака с Аегисом на врага, у которого нет хроносферы. Сейчас же Аегиса нет. Да, хроносфера потихонечку начинает откатывать заново, потому что она была потрачена на ВК. Ну вот он, скитер, бежит, бежит со своим... Хочет алибарду сделать. Афата очень много делает в этой игре. У него отличные ультимейты получаются. Он выдает колоссальное количество урона. Чуть соло не убил Войда. Находит тини, тини прочный. Проблемки вообще могут быть, на самом деле. Сюда, может, перетянулся сейчас какой-нибудь фурион. 33-й бежит уже. Топорики летят. Бумы захиливают. Хорошо. Макропира так просто на отступление от Арамиса, чтобы никто не нападал. Оборонительное. Слишком сильно висп захиливает тини. Ничего тут не поделаешь. Так, ну а тут все еще драка может быть. Террорайз отменяется. Судя по всему, там атака на крепцов. 200 голды зарабатывает бум. Хорошо. И хроносфера все ближе и ближе. И в этот раз, я думаю, уже ситуация такова, что ее не переживут Матголемс, если драка пойдет по сценарию викингов. А викинги, как мы видим, все-таки все лучше и лучше и лучше реализуют свои комбинации. Прям у них получается. Хорошо. Нужно атаковать, пока не началось. Тоби заплевывает. Тоби опять далековато зашел, на самом деле. Тоби успевает его ввести на реген. Жесть. В это время Рор залетает в Бума. Бума втроем избивает. Бума очень больно. Вот, к сожалению, Бума спасти некому. Он отпивается, отпивается ботлом еще немножко. И Сайлент срабатывает, но он жив. Эссенс Ринг его спас. Реально спас Эссенс Ринг. Сейчас нужно улетать. Жесть. Да, Бум в какую-то супер аркаду затеял. С бенком ворвался. Все-таки не будем забывать, что Тинни делает билд сабля Аганим, но он не сделал БКБ. Этого очень сильно не хватает. Забрали фию. Хроносфера откатывает прямо сейчас. Сейчас Селери вторую игру подряд играет просто великолепно. Напомню, что в первой игре он играл на Чене и сделал очень много макро вещей. Здесь конкретно его микро, скажем так, микро моменты. Ну, конечно, сейчас он Тоби, да, действительно, вытащил практически с того света. Потому что там буквально еще один удар и, скорее всего, это был бы минус Андерлорд. Да, там летело еще как минимум два снаряда от Снэмфайра. Этого с запасом хватало. Ну, вот такой вот замечательный парень. Вот такие вот замечательные викинги, которые в очередной раз показывают нам силу своего лейта и как они великолепно в него выходят. Сатаник будет от Войда после Кирасы. Кираса уже готова. Так, там Чарм, Сливер выпадает, Репэр Гид для парней с командой Мат Големс. Отлично, Сливер себе уже несет шат, учитывая, что у него дальше Сатаник будет. Спайдер Лекс там я видел, да, только не обратил внимания, у кого они. А, Спайдер Лекс у Рейс Кинга, судя по всему, будет. Ну, как милишник, ему, конечно, Спайдер Лекс очень хорошо. Ну, очень хорошая вещь, учитывая, что у тебя есть Шадо Блэйд. Ты можешь как-то попытаться в спину забежать там какого-то, виспа по-быстрому забрать условно. Почему нет? Учитывая, что у тебя нет преград для передвижения с этим артефактом. Тоби фармит Лотус, очень сильный артефакт против Дарквиллу, против Бестмастера. Ну, против Бестмастера нужно успеть повесить, а вот против Дарквиллу, даже если не успел повесить против Террорайза, можно спасти, ну, точнее, даже наоборот, нужно кидать после, это проще в разы. Так, проблема Тоби, убегает 33-й, Рор залетает, Тоби не успел нажать на ультимейт, сюда летит Висп, но туда уже залетает Террорайз, но не по таймингу все сделали. В итоге на развороте Шат мог ворваться здесь. Как-то опять все немножко не... Ну, не в таймер сделали ребята с командой Матголемс, в итоге теряют они здесь Милана. Это ошибка была Дарквиллу, она должна была пугать Виспа, но даже если бы она напугала Виспа, видно было, что они уже не забирают андерлорда и не успевают сюда перетянуться. Викинги быстрее отреагировали, чем сами Матголемс, настолько вот внезапная атака от големов получилась. И сфера не была потрачена, можно идти, Дарквиллу в очередной раз в таверне. Минус вышка. Видно, что викинги прям переламывают, переламывают ход этой игры уже на протяжении 10 минут. Все лучше и лучше они играют. Да, и моментально разваливаются вышки, там дэмэджи очень много, конечно, по таверам. Забрали Т1 сверху, перетягиваются в мид, простите, и скорее всего заберут сейчас тоже вышку здесь. Очень быстро действуют, быстро принимают решения. То есть нет каких-то промедлений, что кто-то куда-то идет, отвлекается. Нет, сразу забрали топ, тут же переместились в мид, забрали мид. Скитер побежал, побежал, побежал. Врывается в шата, по-моему, не самая лучшая цель, если честно. Шат успеет лид, да, успевает прожать БКБ. У него есть хроносфера, прыгает вперед. Пока что хрона не тратится. Хрона была потрачена в итоге по трем героям. Дабы дэмэджи немножко накинуть. Но Макропира была потрачена. Да, Макропира была потрачена до этого, но пока что непонятная драка. Ну не знаю, пока неплохо Фату пробивает. Фата погибает, отлично. Отправили в таверну еще и Снэпфайр. Там погоня продолжается от Шата. Шат пока что под дизармом, под Саленсом. Но тут рядышком вся команда БКБ заставили прожать Фуриона. Фурион в БКБшке начинает драться, пытается забрать хотя бы Селлари. Рор залетает, но Шату, откровенно говоря, плевать. Сейчас должен подсасываться Селлари. Нет, не успевает. В итоге Шата забрали. Да, и Селлари вытаскивает на себя Бараниш. Здесь три героя бьют Тинни. И Тинни тоже будет очень тяжело отсюда уйти. Да, Тинни умрет. Тинни должен погибать. Не дотягивается до него Тоби. Тоби кастует уже ТП на базу. Он просто улетает. И ошибаются викинги. Отдали двух героев своих. Ну, кто-то байбекался. Снэпфайр байбекался. Снэпфайр, да. Да, опять не смогли скомбинировать. Немножко рановато Джакира. Психанул, побоялся, что там заберут Войда. Ну, нужно было просто давать Айспас. Войд выживал. Так как есть Лотус Орб. Так как есть Висп. У Войда оставалось достаточное количество ХП. А вот потом уже Макропиры очень сильно не хватило как раз-таки в Кронах. Ну, очень неожиданная атака получилась от големов. Застали они врасплох своих оппонентов. И опять перехватывают инициативу. Да, играфт, который невозможно сказать, что произойдет до самого конца. Потому что все еще сохраняют шанс викинги на камбэк. Но их поддушивают големы раз за разом. Да, ну и так-то урона по вышкам у ребят с командой под големс тоже немало. Если так сравнивать, тут у нас пока что развлекает Милан команду викинги Джи Джи, чтобы не мешал никто забирать Т2 в миде. Вышка падает. Так, ну что, можно перетянуться наверх, можно перетянуться вниз. Но снизу, наверное, попроще. За счет того, что линия уже достаточно сильно запущена крипами. Да, очень-очень хорошо. Все тоже быстро делают. Приятно смотреть за таким финалом. Высокие скорости показывают команды. И, конечно, нужно давить дальше. Потому что чем дальше идет игра, тем меньше заметил кулдаун хроносферы. И тем больше возможности Войду что-то с этим сделать. Например, дожить до того же рефрешера. Но о нем пока речи не идет. Очень важно, когда у Тини появится следующий артефакт. БКБ он взял. Молодец. Да, это очень правильное решение. Передумал пока насчет Аганима. Тем более, как бы игра затягивается. Есть шанс полутать Аганим. Например, какой-нибудь Рошан. Тут напади на Милана. Вот, минус Милана моментально. Хорошая игра от Бума. Просто БКБ в разы важнее сейчас. Ну, конечно, конечно. Здесь бесспорно. Тоже ничего не говорит. Да, в итоге забрали пока что только одного саппорта. Но, в принципе, тоже неплохо для ребят с командой Викинг. За счет смока. И могут попробовать запушить нижнюю линию. Забрать Т2. Да, без главного своего ультимейта. Опять же, при этом у соперника Еги Сыр. Но они забирают саппорта. И они еще играют первым номером. Я не знаю, почему позволяют им это делать. Ну, вот разбили смок сейчас. Через 20 секунд появится у нас Дарквилла. Но вышка там должна тоже очень быстро разваливаться. Прожали Глиф. Но это вышку не спасет. Так, заходит в спину Рейс Кинг. Вышка падает. Рейс Кинг на Джакира. Арамис очень плотный. Не знаю, тут у нас Бум страхует. Скитра могут пробить. Арамис выживает. В итоге раскастовочку дает. И Скитру очень больно. Но это Сыр. Хорошо. Есть еще реинкарнация. Воид очень плотно разваливает. Сайланс на Виспа. Воид уходит. Дарквилла Уреснулась пытается улететь отсюда Тоби. Все-все-все собираются вместе. Арамис просто уходит с ТП. Шикарная игра от Викингов. Они не потратили опять же своего главного ультимейта. Выбили Сыр из бонусов. В следующий раз ВК уже можно будет развалить хотя бы разочек. Ну и видно, как Воид хорошо с ним дерется. Да, один на один мы видим, что дэмэдж захватает. Когда Воиду не мешают бить просто пока все хорошо. Хроносфера имеется действительно. Можно будет подраться еще разочек. Ну прям интересная игра с точки зрения вот этого кулдауна. Он такой является ключевой. Хотя опять же его нужно как-то грамотно потратить. В данном случае Бистмастер, Дартвиллоу, Снэпфайр. Три героя, которые нужно закрывать. Потому что Профит с Аегисом, ВК с Реинкарнацией. Ну и по опыту последних драк заметно, что Шаты как раз таки их и стараются накрывать. Потому что на того же Врейс Кинга и не тратят. Насколько его просто пытаются с руки бить и все. Ну Профит цель номер один будет, как только у него Аегис закончится. Без Профита потеряют очень многое над Големс. Ну вот идет подпуш. Здесь пока что на защите Тоби. Закидывает Файр Шторм. Не стал тратить Луку Сорм. Интересно как. Брамбл Мейз, Спит оф Мелис. Но тут могут обойти. Там есть Хорносфера, да, могут реально обойти. Там вроде как читают этот момент Мат Големс сейчас. И решают тоже не рисковать. Минус Курьер. Так. Бум немножко не успевает здесь на перехват. Фея ушла. Но тяжело, очень тяжело сейчас Големам. Они уже и Аегис имеют, и преимущество 8000. Но вот как же им страшно ошибиться. И как же викинги постоянно душат. Где-то со спины обходят. Классно дерутся. Когда любой момент можно расслабиться, получить на голову. Да даже не обязательно Хрона. Айс Пасс хороший. Просто врыв от Тинника. Сразу минус Герой. Это очень-очень тяжелая моральная игра для Големов. Но и викинги тоже в напряжении. Потому что точно так же один раз ошибутся они. Герой без байбека умрет. ВК. ВК. Скитер. Интересный момент. Тут выход на Тоби будет или что это? Тоби просто так закидывал тут на пуш скиллы свои. Рядышком находится у нас Джакира. В итоге Скитер опять не смог войти в Драку нормально. Там Тинни ворвался. Но не смог убить Бестмастера. Но и Бестмастер не стал в него почему-то ультить. Побоялся видимо. Да. Ну не знаю. Попытка Скитера напасть на Андерлорда это такое себе. Я думаю, что это скорее попытка нарушить, нарушить, да. Вот зафорсить Драку. Зафорсить Драку на позиционку сломать. Да, сломать позиционку. Потому что видно было, что викинги не особо успевают перетянуться быстро. И мог кто-то из суппортов побежать не туда. То есть Скитер адекватно понимал, что он Андерлорда с такими ордами. Ну да, конечно. Да, но с другой стороны Аеги скоро пропадет. Возможно как раз и в этом был план зафорсить Драку. Как-то повыгоднее его. Но в итоге ничего не получилось. Но из плюсов выбили заряд БКБ из Тинни. Разве что. По аванпосту снизу. Там 1-1 по аванпосту. Ага. Лотус будет. Ай, спокойно абсолютно использует лотус. На всякий случай подсевел. И знают, знают, что висп с Релокейта будут уходить на этот хайграунд. Но пойдут ли на этот хайграунд? Подниматься страшно? Нет, не пойдут. Ничего не накажут. Ну да, учитывая, что у тебя вижена нет на чужом ХГ. Против Хроносферы, Макропир и прочего я бы не рисковал, если честно, заходить. Вот так вот в темноту. Джакира 1, наверное, похоронит всю команду. Если она ломанется через узкий проход. И этого допустить никак нельзя, конечно же. Снэпфайр хороший артефакт. Крэгги Коут помогает ей очень сильно выживать. Еще и Глиммер. Если она успевает на себя прожать Глиммер перед Хроносферой с Крэгги Коутом, ее очень тяжело пробить. Так, ну что, Сатаник готов. Плюс выживаемость для Воида. Отлично. Дальше МКБ. Да. Ну и здесь, думаю, что будет все равно бэктрек на 25-м. Да. Потому что не всегда ВК сможет его Сильвера ударить, во-первых. А во-вторых, все-таки большая Хроносфера. Вот если был бы выбор у тебя, когда ставить большую, когда маленькую, это здорово. А иногда большую тебе и не нужно, и не хочется ставить. Ты хочешь поставить маленькую. Смог, если сейчас будет, возможно, спалят его. Потому что видели, как передвигались викинги сейчас ребята из команды Матт Големс. И очевидный смог, мне кажется, здесь. Ну, такой, да. Все-таки понятно, что они выходят. Или неочевидный. Ну, он какой-то очень странный. Но 33-й там раскидывает, конечно, вижен по чужой территории. Забирает аванпост. Но теперь понятно было, что уже вышли викинги здесь. Да. И по скорости того, как забрали аванпост, стало понятно, что он делал это не один. Второй герой был в смоках. Очень сильный артефакт. Минотавр Горн выпадает. Как раз-таки поможет. Выживать. Поможет герой, у которого нет БКБ. Или дополнительный БКБ. Ну, Чарм оставляет себе в любом случае Андерлорд. Андерлорд. Да, Андерлорд, он такой жирный. Его уже тут попробовали развалили. А кому забирать? Я думаю. Он просто на пофиг стоит. Вот как же здорово играют позиционно. О, Грейт, Чарма подъехал для Андерлорда. Да. Висп подносит. Раздачик. Шмоток. Хороший Грейт, отлично. Андерлорд просто стоит. Да, это жесть. Плюс 264 дамеджа, он бегает нормально ему вообще. С руки почти 4 сотки. В какой-то момент магии уже недостаточно, чтобы его пробивать. Он вот просто даже худ не стал делать. Он сделал одну только куртку. И он просто пакуется на броню, чтобы его физикой не развалили. О, Нинджа Гир. Принцесс Наев выпадает. Тоже интересная вещь. Плюс контроль. Ну, Нинджа Гир себе тени забрал, судя по всему. Судя по тому, что он уже бегает в смогах там во всем. Ах, шляпа? А, нет. Ага. Он прожал, видимо, и отправил, да, судя по всему? Нет, это инвиз. Нинджа Гир выпал Радиантом. Ага, понял. Биг Лак. Биг Лак. А чем отличается Биг Лак от небольшого лага? Ну, прям сильный лаг. Сильный, проседала вода, и тени вылетает. Что ж, тени вылетел, окей. Короче, как-то раз на даче мы поливали кормовую свеклу. Надо было взять такой бак, такую микроцистерну, литров, может быть, на 50, да, на тележечке, и возить ее от прудика до грядки с кормовой свеклой. Ну, типа, набираешь этот бак, потом берешь ковшик и поливаешь ковшиком. И вот мы поливаем эту свеклу ковшиком, а приходит бабушка и говорит, вы один ковшик выливаете на свеклу, а нужно как минимум три. А три ковшика, это ходок нужно сделать туда-обратно, очень много. И, конечно, долго мы ее поливали, а потом осенью выросла огромная такая кормовая свекла, ну, наверное, опять же, с голову с моим размером вот такая вот приличная, дергали ее, было очень весело. Интересная история, конечно, да. Деревня классная, речка там сидела, рыбалка. Речка, конечно, это тяжело было назвать, и рыбалки там тоже не было, но... У меня было, не знаю, нормально. И что клевало? Карасики, карпики, нормально. Любил ходить. Знаешь, вот в пять утра встанешь, пока еще, типа, прям с самого раньяра. А на рыбалку именно нужно вставать. Да, да, с самого... Обычно как это было? Ты всю ночь гулял на дискотеках и так далее. Приходишь с утреца, берешь удочки, идешь на речку, там до обеда сидишь, и потом домой спать. Прикольно. К сожалению, у меня на даче не было ни дискотеки, ничего, ни людей. Ну не дача у меня, у меня не дача, у меня прям деревня, именно вот далеко от цивилизации, так скажем, от городов. Деревня, наверное, повестнее. Да, круто там. Цветомузыка, знаешь, какая была в дискотеке? Да, угадай, угадай. Такая штука с тремя светильниками, красным, желтым и синим. Да, причем лампочки, которые покрашены краской сверху. Знаешь, обычная лампочка, покрашенная краской, типа, и там специальный человек сидел, обычный, который эти выключатели переключал по очереди и делал музыку. Возможно, это единственный вариант, потому что у нас в школе первое время была такая же светомузыка. Ну, как первая. Пока. Да и последняя тоже, в принципе, сейчас, наверное, другая какая-то уже. Я не знаю, я в школе давно своей не был. Лет 15. 12. Да, давненько это было. Очень давно. Что это такое летит? А, это, кстати... Это Дарквиллу, я так понимаю. Он выселился из лампы. Видимо. Смотрите, какой милашка. Пошел ипотеку, брат, я не знаю, переезжать. Скорее наоборот. А, вот он вернулся обратно. За хлебом пошел, но вернулся. Так, ладно. Биг Лак, я надеюсь, что закончился. И у нас будет сейчас, возможно, очередная драка. Все ультимейты есть в наличии у ребят с команды Викинджи. И самое главное, что у них есть в инвизи Тинни, который может как-то зайти, но... Нет, драки не будет, судя по всему. От них, по крайней мере. Инициаторами, которые они станут. А тут у нас могут сейчас забрать... Да, нормально, 200 голды. Тоби забрал. Тоби бы не перенаглядь, на самом деле. Да не знаю, на фату врывается неплохо. Шат пытается просто разкликом забрать. Рор в это время залетает в Виспа. Виспа очень хорошо вырезали по-быстрому здесь. И без него драться, возможно, не самая лучшая идея. Ну, есть байбэк, если что. Ну, вообще, да, как-то с трудом. По огоне за Скитером. Но Скитер как-то тут и потанковать не может. Байбэк от Виспа. В итоге делается... Пытается Тоби пробить. Под ультимейтом Снэпфайр. Тоби. Еще один удар. Тос от Тинни. Тоби выживает. Отлично. Шарная игра Тинни. Да, конечно, Арамис там раз за разом пытается прожечь макропирой ВК, который в Блэкингбаре. Ну, вынудили Виспа байбэкнуться. И вообще, хорошо сыграли Матболемс. Ведь они очень круто сделали. Они как бы увидели, что их байтят на Андерлорда. И они этого Андерлорда вытянули немного вперед. А сами зашли в спину и убили Виспа. Это очень хороший и правильный мув. Ну, все это делалось, конечно, из-за того, что на 40-й минуте нужно захватить Аванпоста. И команды вот обменялись сейчас ими. А в этот момент... Там Рошана бьют, да, тем временем. И так-то... Ульта Снэпфайр нет, Рора нет. БКБ нет в Рейс Кинга. Поэтому сложно будет подраться нормально. Снэпфайр идет вперед. Кабанчик полетел. Опять охота на Виспа начинается. Пока что контролит здесь у нас. А БКБшки-то в этот раз нет. Там Макропира есть. И теперь Скитера прожигает Джакира. Неплохо, так? И Скитера может отдать реинкарнацию, да. Да, и сейчас сможет просто получить Кроносферу на голову. Да, получает ее. Рор. Рор от Бестмастера, который успел откатить. Айспас от Джакира продлевает стан немножко. Но ВК все еще живет. Как же больно ВК. Но он выживает. БКБ откатывает. Шат восстанавливает все все ХП. Вгрызается в Баронижу. Потому что Баронижу слишком много урона наносит. БКБшка заканчивается. Потрясающий террорист от Феи. Нужно забирать Войда. Но не хватает урона. Втроем против пятерых тем временем остались. Но это еще не конец. Тут, да, погоня за Тоби. Шат на развороте прыгает на Скитера. Скитера можно попробовать подконтролить. Залетает только сейчас Питов Мелис. Подконтролили в итоге Фату. Тоби кастует уже ТП на базу. В это время с Бумом разобрались. Да, и успевает улететь Андерлорд. Драка, выигранная Мат Големс. Ну вот пока мы смотрели, как ковыряют в хроносфере ВК, там, в макропире, все-таки в спину вышедший Профит, Бестмастер. Я, честно говоря, даже не обратил внимания, кто смогли разобраться с суппортами. И это очень-очень правильно. И вот здесь вот Мат Големс действует лучше, чем Викинги. Потому что, ну, бить ВК, это, конечно, очень интересная затея. Но гораздо интереснее бить суппортов. Если бы они били суппортов, они бы гораздо лучше разменялись. Но теперь проблема номер два. Теперь уже и суппортов особо бить не поможет. Потому что ты можешь поставить хроносферу на фею и бабку, убить их, но у ВК появляется аганим. А значит, они все равно дадут свои способности. Да, это очень сильно. Критическая ситуация для Викингов. Тут уже как-то нужно им что-то самим придумывать. Но им нужно добираться до суппортов. Все равно, как бы там ни было, аганим, не аганим. Но бить ВК, ковырять его, впитывать, чтобы он впитывал 10-20 тысяч урона. Да нет, ВК, наверное, нужно оставлять напоследок по-хорошему здесь как-то. Так, Войт сейчас выходит далеко вперед. Здесь же Андерлорд. Заходят в спину. Обе пить оф Малис. А вот и стан залетает. Правда, здесь Лотос Орб. Присасывается Висп. И моментально погибает. Войбека у него нет. Если что, поэтому драка будет в меньшинстве. Пытается убежать Шат. Контролит его. Пока что Юл. Сейчас будет Корсет Краун. Он успевает уйти на ХГ. Подстанил, кстати, Джакира. Здесь туда же залетает ультимейт Снэпфайр. Успевает уйти у нас Шат. А вот Арамису что делать, непонятно. Арамис продолжает гореть. Получает очередной стан. Там опять Лотос Орб. Ну что ж ты будешь делать? Арамис еле живой. Нет, все-таки забирают. Его реинкарнация у Рейс Кинга. Срабатывает Джакира. Выкупается Скитера. Нельзя отпускать отсюда. Но он жмет БКБ и ничего не сделать. Рамбл Мейс наступление. Да, догнать никак Скитера не получается. И в итоге опять же выгодный размен очередной для команды Матголемс. Опять Матголемы вытягивают, растягивают Драку. И им очень просто в такой ситуации добраться до Веспа. Его моментально Шотают. Он ничего не может сделать. Ему нужна какая-то защита. Профит взял телепорт, да? Я так понимаю, глобальный. Да. Очень приятно, конечно, вот так вот. Вездесущий Хурион. Кстати, скоро 30-й уже такими тактами, за горами. Ну, это Профит. Он должен быть оверлевел, оверфарм. Да, я даже не знаю. 25-й уровень у ВК тоже очень сильный талант. Крайне неприятный для суппортов. У Бабки уже взять талант на замедление с Мортимер Кисос. И мы видим, как тот же Джакира просто не может выползти, когда в него попадает шарик. Да, а ВК-то есть еще куда расти. У него там много слотов, которые можно поменять, посильнее его сделать, поэтому... Здесь какой-то овердэмэдж от Тинни нужен уже. Пора. Настало время делать аганим. Вот он пытается. Ну да, ну да, до аганима еще нужно какое-то время будет пофармить. А там все еще 2,5 минуты будет действовать Аегис. И, скорее всего, попытаются. Я думаю, что разменять его как-то выгодно Мат Големс. И, наверное, разобьют смог очередной. Да, вот как раз-таки разбивают его. И пойдут в атаку. Ай, пошли искать. Сразу залетает Тоби. Ай, Тоби далековато ушел, конечно. Учитывая, что ты играешь против Фуриона... Ну, такое. Не хватит ему. Хотя, вот... Слушай, живет. Там в это время за бумом охота. За бумом охота. А вот бумати... А это не бум, простите. Простите, это у нас Селари. Это Селари, который пытался как-то подсейвить. Да, это тоже, безусловно, важно. Его не будет 50 секунд. Ну, молодцы. Опять же, прочитали, куда пойдет Андерлорд. Перетянулись туда. И Андерлорда не смогли забрать. Но Висп, который хотел как лучше... Получилось как всегда. Ну, ладно. Таймер не самый большой. То есть, через 30 секунд он появится. Нужно как-то это время потянуть. Разве что. Ну, как тут потянешь? Нет глифа. Скиттер уже с невероятной скоростью атаки. Заходит на ХГ. В это время. Милан в наглую заходит. Так же на ХГР. Хороший Брамбалмей. Залетает туда же. Залетает по Рамису. Ультимейт от Снэпфайра. Рамису очень больно. Прям очень больно Рамису. Выкидывает его в таверну, по-моему, Тинни. Слишком поздно выкидывает. ВК успевает подойти. Повесить на Фею баф Ауры. Фея еще какое-то время поживет, покастует. Это очень важно. Бабку попытка забрать. Не удается это сделать Шадоу. Он остается один против троих. Вешает на него лотусор. Неплохо. Но ВК бить не вариант. Профит с Аегисом. Включает Блэкинг Бар. Очень неплохо восстанавливает все ЭКП. Но, кажется, должны его здесь забирать. Да, баши срабатывают. Всем стан. Войт. Войт начинает бить андерлорд. Андерлорд нереально прочный. Но все-таки удается его забрать. Есть байбэк. Есть байбэк. Но самое главное, что ХГ свое викинги защищают. По итогу вышки стоят. Только Т3 потеряли в миде. Если сейчас не удастся забрать Т3 сверху, ребятам из команды от голем, то будет все идеально. Но они, видимо, хотят еще и Бума сверху забрать. Ой, как больно Тинни. Тинни нужно спасать. Тинни больно. Курс от краун. Тинни в итоге выживает. Скиттер успел ли откатить у него реинкарнацию? Вот в чем вопрос. Пока что не успел. Но остались считанные секунды. 18 секунд всего подождать. Профит очень рискованно врывается. Ой-ой-ой. А Эгиста уже нет. Да, контролит его здесь. Башики прокуют. Террорайс. Уворачиваются ребята из команды викингов. Профита забрали. И все, нужно отступать. Там Шат гонится в погоне, чтобы поймать хоть кого-нибудь. Скиттер очень битый. 33-й делает ТП. Успевает сделать. Скиттера два раза можно убить, но он уходит на вес. Там уже все. Ну, неплохо. Отбиваются викинги. Отбиваются, отбиваются. Действительно. И забирают Профита. За него очень много золота получили, как мы видим. Андерлорд стал еще мощнее. Войт, в принципе, уже заканчивает свою сборку. Андерлорду еще дофармить Шиву. Как раз таки он байбекался. Можно сразу покупать. 25-й сейчас получит. Я, честно говоря, даже не помню, что у него за талант. По-моему, Great Pit of Malas. Очень неплохой. Да, он и делает это. И теперь нужно суппортов как-то докачивать, потому что у Джакира тоже очень сильные таланты. И взять ему, например, у Грейжиный Айспас плюс Грейжиный Питов Малис в Краке вообще невозможно будет двигаться. Учитывая, что это уже ситуация ближе к Лейту, БКБшки там минимальные, поэтому действительно передвигаться будет очень трудно. Очень интересная карта. Гораздо лучше первой. И такая вот борьба, определяющая во многом. Потому что викинги, если забирают эту карту, то уже счет становится 2-0. И тяжело будет играть. Все вместе передвигаются. Это байт на Войда сейчас очень тонкий. Видели, видели все это. Смоков не хватило. Ну, ничего не поделать. Шива готова у Андерлорда. 27 тысяч отставания. И настолько сильнее их драфт, что он все равно может биться. А гоним на тиме. Возможно, переворотный артефакт на самом деле в этой игре, учитывая, что там есть уже Дейдалус. Под хорошую хроносферу накидать можно будет очень неплохо. Да и просто накидать можно под любой стан абсолютно. Ну, вообще да, да. Так, Эбисл Блэйд. Дальше будет себе приобретать Скиттер. Очень мало брони у Скиттера. Прям совсем мало. У него даже двоцаточки нет. Прям на зубок, я бы сказал, в Рейс Кинг, если честно. Если он останется один, по крайней мере, его просто будут фокусить. Ну, он пользуется преимуществами реинкарнации. И тем, что у Войда не так много физики, а урон комбинированный. МКБ тебе дает много магического урона. Башки, башки, да. Башки много магического урона. Так, ДД снизу. ДД снизу. Неплохо было бы подконтролить прямо сейчас. Просто там есть Вижен у Викингов, и они видят ДДД, да. Шат уже бежит за ним. Ну, Тиня... Или Тиня заберет. Тиня ВК просто размолотит в щепки. Боттл. Боттл имеется у Тиня. Тиня себе подконтролит. Хорошо. Вот сейчас очень важно начать драку с того, что застанет, допустим, ВК, и просто аганимом Тиня ему накидать. 20 бронидок. Его просто бум порвет. Как тряпку на мелкие кусочки. И мясы не будут работать. Поэтому очень важно. Так, ну, возможно, пригодится на Рошане этот ДД. Это ДД руна, точнее. Потому что таймер там основной вот сейчас закончится. И есть вероятность, что таймер дополнительный будет минимальный. Страшная ситуация, если заканчиваются БКБшки именно со стороны Матголемс. Очень много всяких спелов неприятных, именно которые работают, если у соперника нет БКБ. Потому что у самих Големов есть Рор, да, сверхсильные, да, станчики тоже хорошие. Но вот именно таких вот ауешных, сверхсильных способностей не так много. Андерлорд. Полторы минуты до появления следующего Рошана. Андерлорд тут пока что на защите, потому что понимает, что линия пушится, нужно будет это все оттолкнуть обратно. Но за счет Фаершторма достаточно легко это делает. С Эктарином его тяжело будет убить, потому что много урона наносит, хорошо отхиливается, и при этом еще и чаще спамит свои способности. Тут же Фаершторм питовый малик. Я вообще боюсь представить, сколько всего будет там залетать под Призмой, под Эктарином. Очень сложно будет против этого играть, мне кажется, если Тоби не будет подставляться, то есть если не будет фокус идти в него, то есть он много сделает. Просто он закидывает Фаершторм, фокус идет в него, но он уже отхиливается настолько мощно, и у него столько брони, вот у него-то как раз брони 58 единиц. Шесть. Попробуй пробить руки. О, кстати, смотри, как теперь у нас... Да давно это, интересно, так пишется, через альт резист прямо на героя. Я только сейчас обратил внимание. Я такое юзал только в кастомке, если что, но вообще да, вроде как работает. А вот можно у ВК посмотреть, а у него всего 53. Да. 53-45 там, в зависимости от того, бафы этого тиммейта или нет. А гоним на бабке, всегда неплохой артефакт, можно с ним и атаку начать хорошую, и в защите сыграть. Так, ну и важный момент, Рошан скоро появится, и будет драк из-за него. И, возможно, ключевая, на самом деле, в этой игре, что по байбекам байбеки, почти у всех есть у команды Матголем, за исключением Милана, а вот по байбекам у Виткингов пока что не густо. Всего лишь два. Они отбивались из последних сил на байбеках, но вот сейчас перехватывают ванпост, и, конечно, очень круто для них, что они до сих пор сохранили все стороны. Им гораздо проще за счет этого играть сейчас, потому что против профита тяжело было бы. Смоук. Так, ну не рискует пока что идти на Рошана в Викинге. ДД активированного у Тини, и пока только одного Шада видит на линии. Да, они решают с него напасть. Тоби, Тоби это плохая цель. Да, Тоби, но вот под Сильвером пытаются забрать, но тут рядышком уже у нас под сейв хороший от Джакира, прыгает Шад вперед, Хекс в это время залетает в Тини, чтобы тот ничего не сделал. Скитро, как же ему больно! 1100! Критуля вылетает, и все, минус реинкарнация. Сейчас будет Хроносфера, туда же залетает Террорайс, но там ВКБ всем плевать. И Скитро могут забрать второй раз, да? Скитро погибает. Ну, Аганим пока действует, но... Ну, это временно. Это все временно. Беспа, Беспа может убить за Аганим, очень неплохо. Все-таки ВК погибает. Ну и Фея погибает в этот момент, она... А, нет, это Айндис, прошу прощения. И Тоби там немножко застрял, там погоня продолжается за Фурионом. Фурион, эх, не попадает лесоповалом Тоби. ВКБ заставили прожать, башики вылетают на развороте. Здесь Скитро после байбэка играть ВИС-ПА, ВИС без байбэка. Драка продолжается. Рор контролит Шадо, чтобы тот просто не бил. Но у Шадо, по идее, нет. Сатаник, Сатаник имеется. За счет Сатаника живет. Хорошо. Минус профит, минус скитер. Пять секунд, и к иллюзии живут, но после этого остаются здесь вдвоем. Бабка, скорее всего, тоже погибнет. Да, Фата в таверну отправляется вдвоем. Остаются у нас Мат Големс. Тут у нас погоня за Милана, но Милан делает ТП. Сбить ему нечем. И, по-моему, это плюс Рошан, плюс все пауэрапы и, возможно, даже игра для команды Викинг Джи Джи. 11 тысяч урона от Войда. К Войду вообще никаких вопросов в этой игре. Тинни там зашел еще в хроносферу в один момент, но это была ошибка самого Тинни. И Тинни еще два раза неудачно лесоповал Костанул. Первый раз в умирающего ВК с реинкарнацией, второй раз не попал по профиту. Но даже так, даже так, шансов уже этот драфт не оставляет. Это великолепный камбэк с 37 тысяч до 15. И мы понимаем, что если при 37 тысяч отставания драфт Матголемс не мог ничего сделать, то сейчас все уже. Но понимают прекрасно викинги, что байбэков там нет. Самое главное, что у ВК нет байбэка и просто идут пушить. Просто идут пушить, потому что у них целая минута есть на это. Тоби, конечно, абсолютно неубиваемый. И очень много дизейблов. Тинни взял себе тройной тос. Очень сильно тоже там подкидывает нескольких героев. А моментально подойдет. А и в трон, может быть, нет? Трон немножко рискованно. Решают сыграть более надежно. Все-таки обидно будет проигрывать вот такую игру, где так долго терпели. Классические викинги, которых мы привыкли видеть пару месяцев назад, которые великолепно играют вторым номером. И из таких тяжелейших ситуаций могут выходить. Классно. Здорово. Молодцы вообще ребята. Я сразу вспомнил. Красавцы. Красавцы, да. Особенно вот этот парень. Да, вот этот парень. Так, ну что? Плюс Рошан, плюс Аегис, плюс Сыр, плюс Шарт, плюс Аганим. Да, все пауэрапы. Аганим для Войда. Шикарно будет. Шарт для Войда. Аегис для Войда. Ну, давайте посмотрим. Может быть, Аегис кто-то другой заберет. Кто его знает. Учитывая, что Шарт и так выживает неплохо, может быть, имеет смысл Буму отдать, я не знаю. Так, так, так. Нет, все-таки забрал себе. Шарт оставляю здесь. Сыр оставляю. Сыр можно отдать Селлари. Да, так и сделали. И рефрешер будет у Джакира. Ну, у Войда слишком сильный Аганим. И он слишком... Он самобытный. То есть, под него ничего не нужно комбинировать. Можно отдать Джакира, постелить супер-мега-макропиру, но гораздо круче, чтобы Войд сам ворвался. Далеко не факт, что Джакира будет до конца... А вот, он уже отдал этот рефрешер Войду. Войд в касту и свое, я думаю. И потом просто переложит и еще раз поставит хроносферу. Просто пока забрал себе поносить, да. Он убивает Рейс Кинга дважды. Это как минимум. А возможно, он убивает вообще всю команду. Так, ну что, полноценный камбэк. Что делать будете, Матголемс? Я не знаю. Им я ничего не могу посоветовать. Если в ситуации, когда викинги оборонялись, было четко видно, как они могут камбэкнуть. И они камбэкнули. То вот в ситуации, когда големы, которые тоже классно действовали, но с таким перефармом уже не вытянуть Веспа вперед. И викинги его не подставят ни за что. И уже не вытянуть вперед какого-то Джакира. Вперед пойдет Войд, либо Андерлорд, ни один, ни другой, абсолютно непробиваемый. 37 брони у одного, под 60 у другого. И еще и Аура, которая снижает резист. Еще и бэктрек. Да, еще и Дейдалус готов. Еще плюс дамедж. Он даже не вмещается, как мы видим. Бывает и такое. Ну да, мы понимаем, что в ПТшке уже какой-то смысла нет. Учитывая, что у тебя таймволк, ты там просто на нем передвигаешься и тебе как бы нормально. А какой кулдаун у Питов Малеса Firestorm'а с Актарином? Можно глянуть на Андерлорда? Классно. Спасибо. Ставлю лайк. Можем попробовать угадать? Можно, да. Великолепно. Варианты ответа, если есть возможность, выявите на экран, чтобы можно было бы выбрать что-то одно. Ну ладно, хоста. И шат забегает, видит скитера, прыгает на него, башики прокают. Ну, он его просто игнорирует, начинает бить Т3. Получает Стан пока что. А под Соларом здесь просто максимально надежно играет. Вот настолько... Они даже без Веспа, правда, это единственное надежность. Да, я тоже хотел сказать, а почему Соларе так далеко? Стан полетел обратно в ВК. Профит. Профита заметили, он пытался перехватить Веспа, но его сейчас видят, он пытается сделать ТП. А вот и хроносферка залетает, минус Фурион считает, что по байбеку, байбек у него имеется. Что же они так все лезут в эту хроносферу? Ну, все хотят Фуриона просто. Да, байбек есть, но викинги... Да, даже без Веспа, я думаю, Войда вряд ли бы здесь быстро убили, поэтому они вот так вот действовали. Есть чем прикрыть его всегда. Да, потратили глиф, но викинги далеко не отступают. Шарт готов врываться, у него все еще есть, если что, шарт, прожимается ВКП, Скитер уходит в инвизи, падает Т3, остаются голые бараки, стоять им осталось, я так понимаю, тоже недолго. Подхилят Шадо сейчас. Так, перекладывает. Он нажал БКБ, потому что он уже собирался переложить рефрешер сюда. Правда, нет маны. Это проблема. Поймали Скитера, подцепили, под сейв хороший от Фаты, в итоге печенька выталкивают его, байбек залетает от Фуриона тем временем, Шад продолжает танковать, успевает уходить на таймволке, макропиры на развороте, Скитеру больно, Скитер продолжает гореть, Питер Мелис очередной, минус реинкарнация. Ну и что? Хроносфера будет, может быть? Да, маны нет. Да, вот в общем проблема. Маны нет, и фея с агонимом уничтожает Войда. Теперь маны есть. Теперь точно есть. Зачем вы убили его? Ну, как бы это минус барак. Да, это еще не мега-крепы, а мега-крепы уже, потому что снизу был барак до последнего момента, но его кто-то спилил, возможно, крипы. И Тир-5 шмотки, выпадут через 2 минуты. Викингам не хотелось бы до них тянуть, потому что Тир-5 шмотки это лишний дисбаланс, который мне нужен. Вообще. Так, пошел профит у нас. Рапиру сейчас возьмет. Хекс взял. Хекс. Ну, не знаю, это не тот артефакт, конечно, здесь, который что-то сильно изменит, мягко говоря. Так, шат продолжает прыгать здесь. Подбегает Тоби. Аркейн Руна лежит около Рошана. Можно забрать. Как же не хочется доводить до Тир-5 шмоток. Ну, возможно, Викинги настолько хороши, что они смогут законтролировать всю карту. Просто против профита с 25 уровнем очень тяжело. Он все равно где-нибудь выбьет. Хотя, можно его на этом подловить, но... Для этого Вижн нужен хороший. Мы же понимаем, что он полетит, скорее всего, в чужой лес, а там пока Вижна не густая команда Викинг-Джи в своем. А Тир-5 шмотки это не панацея, но это... Так, Тоби подставляется такое ощущение специально, чтобы вымыть на себя Скитера. В итоге выкидывает Скитера достаточно далеко. Он прожимает БКБ. Шишку пока что продолжает жить. Шат не тратил Хроносферу. Ну, пока что живут. Ну, это пока что. Там под Т-4 уже врываются на Скитер. Еще буквально один удар минус реинкарнация. Шат прожал БКБ. Хроносфера пошла. И после Хроносферы забираем Скитера. Да, Скитера нужно добить. Скитер погибает. Да, и действует. Съедает его бабка. Его труп выплевывает Виспа. Ну, слушай, нормально. Висп погиб. Тоже без байбэка отправляется в таверну. Но тут, правда, мега-крепы уже на базе и нужно как-то защищаться. И как убивать Воида непонятно. Врывается бум. Неплохой рассказ дает. Здесь в итоге поцепили 33-го. Очередной Питов Мелли с по-троим героем залетает команда. Матголимся. Скорее всего, это уже конец. И это 2-0 в пользу команды Викинг Джи-Джи. Да, они закончили на 59 с небольшим. Хотя Андерлорд вот улетает куда-то. А, он улетает сюда же. Просто на месте сделал. 59-50. Продолжается битва на фонтане. ГГ все еще не написано. Так. Ну, тут нет, нет. Уже никаких шансов. ВК погибает. Все, все. Эншент падает. Идеально. 60... Ай! 60-0-1. Я думал, 60-0-0 закончат. Прям идеальный таймер был бы, но немножко не хватило. Но и так было красиво. 34-31. То есть очень равная у нас игра до последнего момента. Ну и действительно Викинги показали очень крутую оборону. Да, вот они сыграли сегодня первым номером. Они сегодня сыграли вторым номером. Причем настолько хладнокровно и уверенно они действовали, проиграя 30 с лишним тысяч. И так уверенно камбэкнули. Ну, Викинги в отличной форме в этом гранд-финале. Подробнее об этой карте студии аналитики. Команды действительно подарили нам Доту и за первую, и за вторую карту. На первой мы увидели вытирание, на второй мы увидели реально много всего. Ну, было бы странно, если бы так не было за 60 минут игры. За 60 минут и одну секунду. А Викинги действительно оформили, наверное, самый большой камбэк в европейском регионе, по крайней мере, за этот турнир, мне кажется. за этот определенно. За этот, да. Я видел скепсис в твоих глазах и сидел, думал идею. Ты все еще не обыграл бейтов. Бейтов? Ну ладно, в группе было. Было, было, да. Нет, ну, гордиться, не знаю. Вы можете, например, гордиться легчайшими предиктами. Это мы, мы эти, мы смаковали этот предикт целый час. Знаешь, что он зайдет. Мы вообще думали, когда уже Викинги пойдут и закончат. Типа, да, легчайшая для них была игра, но ни секунды вообще, ни секунды не опускали контроль над картой. Очень крутые мувы, камбэки, вот это все прочее. То есть все как этот. Замонили противников в ловушку. Короче, вообще, я только что все понял. Вот просто запознал. Давай, давай. Команда сыграла именно так, как сыграла, хотя могла закончиться 15 минут, чтобы размочить их морально. И чтобы, понимаете, Матгольм, вот прямо сейчас... Это опять стратегическое мышление. Чтобы третья карточка была Вот прямо сейчас у них закончится точно будет кейтный период, вот прямо в этой карте. Смотри, на 59-й минуте. Они поняли, что все. Мы больше не команда. Боль доверия. Смотри, смотри. Медийку подняли, по нижней сетке прошлись, пришли в гранд-финал, подзатянули карту, ослабили оппонента и теперь надо две карты проиграть. И сейчас они третью, третью, за 12 минут завалят. Завалят? Ну, на ложе, скажем так. Ты понял? Я понял. Не, я просто подумал, сейчас надо две карты отдать, чтобы пест оф 5. Не путайся, альнис и завалят. Это разные вещи. Я понял, хорошо. Да, но вообще катка, конечно, лютая была. То есть это Тинни с ДПС билдом и Войт без ДПС билда, и Тинни, который подошел в хроносферу и застрял, потому что он большой, то есть просто во время удара в ней застыл. В ней было все. И даже Висп, который не застревал в хронах, но подлетал по иду. И даже был Висп, который застрелал в хронах. Или не подлетал по. Так об этом же была речь на аналитике, что да, Виспу можно залететь в хронах, он все равно будет работать. Так, и он работал. Он успел нажать в Верчарш, и в целом там вот прям в БКБ герои умирали. Так и было, да. Так что все четенько. Так, ну, если возвращаться к началу, у Матголемсов же было нормальное начало. Они на линиях вообще неплохо отстаяли. Матголемы хороши в игре первым темпом. Матголемы максимально хороши в игре с Фурионом. То есть это одна из тех команд, которая понимает, что левел 6, он нажмет ультимейт, мы на всей карте начнем разносить. Они весь групповой этап играли вот в том случае с Фурионом, в том числе и с Фурионом. И плей-офф они, если что, тоже закрывали вот вчерашний, мне кажется, день. Был Фурион, тоже Барониджа пришел. Там 12 минут, и опять же Сварчит уже вынется, просто пошел разнос. И вот викининги попались на все вот эти ловушки. В целом, причем, на самом деле, оттянули тайминг этого самого Арчида. Тиннинг смог там даже сделать, как я и просил в начале игры, типа давайте там не выбрать Куапу, возьмем герой, который будет с Фуриона как-то совсем убивать. И Тиннинг его совсем на линии убивал, все получало, тянули таймеры. Но все равно были проблемы с тем, что вот минут, типа на 12, 13, 14, где-то в этом интервале не пошли бегать. Да, уже был, просто забыл цифру. Да. И вот устроили файты, в которых там флюс подрали, потом в минус подрали, вышку забрали, а все это время в России фармил. Это здорово. В общем, просто мой поинт в чем, что на 20-й минуте у викингов все Т2 вышки стояли. Должно ли быть так с пиком, которым Матголемс с твоих слов понимают, как играть? Мой поинт такой, что сейчас викинги пошли в Фиданоле, и они вот с этого момента начали закидывать, потому что их драфтом вообще не нужно было бегать на эту территорию. Мы видели, как они своим драфтом разваливали драки, где противник лидировал 30 тысяч голода, теперь представим секунду, а что было бы, хотя, наверное, не будем это представлять. В общем, на ранных нетерсах они просто фармят свой лес, и у них все было бы шикарно. Из-за того, что они разок забежали, Фиданоле, второй разок забежали, Фиданоле, третий разок забежали, Фиданоле, они подали 30 тысяч, потом с легкостью их отыграли. Тут одни и другие вообще делали друг другу одолжение. С одной стороны, Матголемс, который почему-то очень вяло пушили. Мне кажется, просто к тому моменту, 20-25, и больше вышек должно быть снесено с таким-то пиком. А викинги лезли в драку. Андерлорд и Джакиру удачи. Да, очень тяжело, что-то ходить. Вот ты приходишь, и вот смотри, у тебя 5 героев, ты начинаешь бить вышку, залетает Макропир какая-нибудь условная, ты 30 секунд халдишься, ну типа не побить. Такой следующий пачка заезжает Фаиршторм, там условно полено от теника, ты схалдишься. И у тебя 5 героев просто это ждут. Если у тебя будет меньше они нападают на героев, а не на крипов, если у тебя будет больше, то они крипов задефают. То есть тебе нужно либо иметь преимущество такое, что ты мог зайти и убить и героев, и вышку, и без крипов, либо идешь и просто фармишь. И в этом плане викинги просто молодцы, что оперативно реагировали на выходы Матголемов и все время создавали такую ситуацию, что их не забирали за вышкой. Андерлорд действительно ювелирно заехал. Как же много урона он впитал в себя за время игры. Вот нам не показывают такую статистику после матча, но если бы показали, там, мне кажется, 1150 было бы. Посчитаю еще, сколько урона он порезал в своей пассивке, учитывая, что там Фурион бегает в Рейс Кинг и Бесмастер на 6 лотов со своим зоопарком. Он реально одной пассивкой выдал нереальный импакт. Я бы еще добавил, что здесь, наверное, был вообще один такой уязвимый момент у викингов. Это момент, когда Войт решил собирать танк и билд вместо МКБ. ПКБ, Сатаник, Мидас, он был единственным героем, который бил Хоносферу. Удача была за Хоносферу убить хоть кого-то. Он с этим не справлялся, потому что у Рейс Кинга была Алибарда и там были уклонения, а у него не было МКБ. Он решил собрать Кирасу. Это, ну, полезно этому. Окей. Потом он решил собрать Сатаник. Но конкретно в их случае все-таки МКБ до Сатаника под виспом смотрелось очень. Смотри на Тинника сейчас. На Тинника, да. И застрял. А мне, знаешь, я как раз вопросом задаться хотел, когда персонаж прожимает БКБ, у него хитбоксы не увеличиваются? Я не уверен. Мне показалось, что у него перст размахнулся и какая-то как будто бы анимация заставила его чуть повернуть вперед. То есть непонятно почему. Я не уверен, что это связано с БКБ или чем-то еще. Возможно, это просто фишка Тинника. Потому что он, ну, если бы он мог ударить героя, он, ну, типа, размахивается и бьет его. Если не может, он бы сразу застрял. Он бы не замахивался. И тут именно такая вот интересная ситуация случилась. Я думаю, что сам Бум немножко в шоке был с этого момента. Ну, да. Ну, в общем, за счет того, что Войт, он сделал довольно-таки своеобразную сборку, здесь видно, как ему во многих моментах просто чуть-чуть не хватает урона в одного, у второго, в третьего. Но как только МКБ появилось, все, там дальше игра просто в одни ворота. Ну, да, опять же, под скоростью Веспа ты бежишь, и у тебя МКБ просто чаще пробка, это как бы вот тебе видит ВДПС. И там уже не важно, сколько у Фуриона слотов, Войт для него очень легко добирается, и Фурион стоит в Баше. Он просто стоит в Баше, там хоть 12 слотов Фуриона нарисуем, все равно из Баше ничего не сделает. Ну, да, Рейдиантом-то, в отличие от Дайеров, по большей части больно было. Единственное, Викинги, конечно, до поры до времени очень много внимания в Рейскингу уделяли. То есть, на него там прыгали, с ним драться пытались, на сферу на него ставили, да, и не всегда у них удавалось убить его дважды. Вот здесь, конечно, интересный момент получился с тем, что зачем-то он подошел и говорит, ну, команда, типа, вроде, не очень хочет драться, там, вышки ниже стоят, давайте, может, там поймем, просто напал. В итоге, провесит в БКВ просто в никуда, и это потом ему немножко умно. Да, еще же мне крипы здесь. Не, возможно, это ни на что не повлияло, на самом деле, но... Да, еще же мне крипы, а у Викингов там база целая, поэтому... Да, сейчас уже прошло добивание. Просто как факт, что можно попробовать, знаешь, сыграть, там, типа, на тоника, все дела. Ну, то и не стали это даже пытаться делать, просто пошел, просто ударил. Кого ударил? Андерлорда, но чего ради? Ну, вот, в Рейскинг в этой ситуации попробовал сыграть Андерлорда, но для своей команды, и понял, что он не настолько хорош. Эта ситуация уже конец, я вообще не вижу смысла обсуждать эту ситуацию, когда уже викинги камбэкнули, в Торингах противник там выигрывал почти 30к, уже, как бы, мег-крепы, и тут вообще не важно, что сделал Рейскинг. Пусть он там, хоть, я не знаю, наяривает по всей карте и Кургаля делает. Здесь уже игра давно окончена. Это факт. Вот, я по поводу пока вспомнил, тогда не стал вклиниваться в ваш разговор, что помимо пассивки, они же еще Кримсон собрали. Ну, да. У тебя, то есть, вот сколько-то урона, минус урон, и еще минус Кримсон. И там вот Висп, в какой-то древней, там был типа 100 хп, впитал две тычки Фуриона, не умер, впитал потом тычку, залетевшую по Ван Дарквиллу, не умер и так далее. То есть, это просто жесть. Сколько из вот этого урона Рейдентов ушло в Андерлорда? Да вообще, на самом деле, открываешь датабав, досмотришь. Вообще, я бы сказал, что там он как бы и Тинни очень много впитал, это вот машина бегает, куча хп, куча броню, он дико впитывал под тем же Виспом. И Фейс Лис Войт нереально впитал, потому что его били, таймволк, били таймволк, били таймволк, и тут они, впитали они тут конкретно, все трое. Кто топ-1 по урону? Делаем ставки. Ну тут, что и по всему Войт. Да. Там было две сотни, да, с лишним, и Войт, честно, вот есть ощущение, как будто бабка. Не, Андерлорд. Не, не, вопрос, да, сейчас посмотрим, просто 55 у него типа своих уже есть. 50-50, это юнотинника. Пока 61 у Барании. Но он от своей команды третьей отстегнул. Эти ребята по четверти сделали урона от своей команды. Это правда. 60, но у него ультимейт, то есть тут понятно, первая причина, почему так много, то есть у тебя за 60 минут сколько он ультимейтов кинул, извините меня, то есть его кулдауном, то есть там постоянно сидишь, ульт, 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 и у тебя на первом уровне последний таргет получает 600 урона, на первом уровне, что там творится на последнем, просто забей. Вообще, мне кажется, что в этой игре хороший фреон мог уже не отпустить такую игру, просто потому что берешь аганим и не выпускать противников из базы. Мы можем продолжить этот разговор, но сделаем это уже после паузы, друзья, потому что гранд-финал продолжается. Есть лишь подозрения, что он может закончиться на следующей карте, а произойдет это или нет, скоро узнаем.